Книга 9. 1756-1757 годы. Не обращая никакого внимания на их насмешки, я счастлив был вернуться в свою стихию после пятнадцатилетнего пребывания вне ее. С тех пор, как я против воли вступил в свет, я не переставал жалеть о своих милых шарметтах и о тихой жизни, которую вел там. Я чувствовал себя созданным для уединения и деревни. Мне невозможно было жить счастливо в другом месте. В Венеции, в круговороте общественных дел, когда я был обличен своего рода представительством, среди гордых замыслов продвижения вверх, В Париже, в вихре большого света, среди наслаждений вечерних перов, среди блеска театральных представлений, в чаду тщеславия, Всюду мои рощи, мои ручьи, мои одинокие прогулки являлись мне в воспоминаниях, чтобы отвлечь меня, опечалить, пробудить во мне вздохи и желания. Все работы, к которым мне удалось принудить себя, все чистолюбивые замыслы, порывами воодушевлявшие мое рвение, Не имели другой цели, как достичь когда-нибудь этих блаженных сельских досугов, и я уже тешил себя надеждой, что возвращаюсь к ним. Не добившись прочного довольства, которое одно, как мне прежде казалось, могло привести меня к радостям сельской жизни, Я полагал, что по своему особому положению я в состоянии обойтись без него и достичь той же цели совершенно противоположным путем. У меня не было ни одного сурренты, но у меня было имя, были дарования. Я был умерен и отрешился от наиболее разорительных потребностей, навязываемых общественным мнением. Кроме того, хоть и ленивый по натуре, я бывал трудолюбивым, если хотел этого. И моя леность не была леностью бездельника, а человека независимого, любящего работать только когда он считает нужным. Мое ремесло переписчика нот не было блестящим и доходным, но оно было надежно. Меня одобряли в обществе за то, что я имел мужество избрать его. Я мог рассчитывать, что в работе у меня не будет недостатка и при усердном труде мне будет хватать на жизнь. Две тысячи франков, остававшихся у меня от дохода с деревенского колдуна и других моих произведений, составляли запас, избавлявший меня от нужды. Несколько сочинений, находившихся у меня в работе, должны были составить мне, минуя обирал книгопродавцев, дополнительные средства, достаточные для того, чтобы я мог работать без спешки, не изнуряя себя и даже располагая досугом для прогулок. Мое маленькое семейство, состоявшее из трех человек, занятых полезным трудом, не было очень обременительным. Словом, мои средства, соответствующие моим нуждам и желаниям, позволяли мне устроить себе счастливую и долгую жизнь в условиях, к каким я чувствовал наибольшую склонность. Я мог бы выбрать занятие гораздо более прибыльное. Вместо того, чтобы закабалять свое перо перепиской, я мог посвятить его всецело собственным произведениям и по размаху мной взятому, и которые я чувствовал себя в силах удержать, они принесли бы мне достаток и даже богатство. Стоило мне только присоединить кое-какие писательские уловки к стремлению публиковать хорошие книги. Но я чувствовал, что если буду писать для хлеба, то скоро погублю свое дарование, ибо оно заключается у меня не столько в искусном пере, сколько в сердце, порождено возвышенным и благородным образом мыслей, который только один и мог его питать. Ничего другого, ничего великого не может выйти из-под продажного пера. Необходимость и жадность, пожалуй, заставили бы меня работать быстрее, но не лучше. Если бы потребность в успехе и не вовлекла меня в интриги, она все-таки заставила бы меня говорить не то, что полезно и правдиво, а то, что нравится толпе. И вместо выдающегося писателя, каким я мог стать, я сделался бы только бумагом-орателем. Нет-нет, я всегда чувствовал, что положение писателя может давать и известность, и почет, только до тех пор, пока оно не является ремеслом. Слишком трудно мыслить благородно, когда мыслишь для того, чтобы жить. Чтобы быть в состоянии, чтобы иметь смелость говорить великие истины, надо быть независимым от успеха. Я бросал свои книги в публику с уверенностью, что высказываюсь в них для общего блага, не заботясь об остальном. Если произведение оказывалось отвергнутым, тем хуже для тех, кто не хотел извлечь из него пользу. Что до меня, я не нуждался в их одобрении, чтобы жить. Ремесло переписчика могло прокормить меня, даже если бы мои книги оставались на полках, но именно поэтому они и расходились. 9 апреля 1756 года я покинул город с тем, чтобы больше туда не возвращаться. Я не считаю проживанием нескольких своих наездов в Париж, Лондон и другие города всегда на короткое время и против желания. Госпожа де Пене приехала к нам, желая доставить нас троих в своей карете. Ее арендатор явился за моим небольшим багажом, и я был водворен в тот же день. Мое маленькое убежище оказалось отделанным и обставленным просто, но чисто и даже со вкусом. Рука, приложившая свои заботы к этому убранству, делала его неоценимым в моих глазах, и я находил восхитительным, что буду жить гостем у своего друга в доме, нарочно выстроенном ею для меня. Было холодно, и кое-где еще лежал снег, но земля уже начинала покрываться растительностью, показывались фиалки и подснежники, на деревьях начали распускаться почки, и ночь моего приезда была даже отмечена первым пением соловья, почти у меня под окном, в лесу, прилегавшем к дому. Поутру, пробудившись после легкого сна, я забыл о своем переселении и подумал, что все еще нахожусь на улице Гринель, как вдруг щебетание птиц заставило меня вздрогнуть, и я воскликнул в восторге. Наконец, все мои желания исполнились. Первой моей заботой было отдаться впечатлениям от сельских предметов, окружавших меня. Вместо того, чтобы устраиваться на новом месте, я стал предпринимать прогулки, и не было тропинки, просеки, рощи, уголка вокруг моего жилища, которых я не обошел бы на другой же день. Чем больше я присматривался к этому прелестному убежищу, тем больше чувствовал, что оно создано для меня. Это место, скорее уединенное, чем дикое, заставило меня мысленно переноситься на край света. В нем были те трогательные красоты, которых не встретишь в окрестностях городов. И, очутившись здесь, нельзя было подумать, что находишься только в четырех милях от Парижа. Через несколько дней, отданных упоению сельской жизнью, я принялся приводить в порядок свои старые бумаги и распределил время для занятий. Утренние часы я, как всегда, отвел переписки, а после обеденное время — прогулки с записной книжкой и карандашом в руках. Я никогда не мог писать и свободно размышлять, иначе как под открытым небом, и не хотел менять этот метод. Я решил, что лес Монмуранси, начинавшийся почти у моей двери, будет отныне моим рабочим кабинетом. У меня было несколько начатых работ, я пересмотрел их. Я был довольно богат замыслами, но в городской суете выполнение их шло медленно. Я рассчитывал проявить больше прилежания, когда буду меньше отвлекаться. Кажется, я довольно хорошо оправдал это ожидание, и хотя часто болел, часто отлучался в Шевретту, в Апине, в Обон, в замок Монмуранси, хотя в моем жилище меня часто осаждали любопытные бездельники, а полдня я был всегда занят перепиской, если сочтут и измерят сочинение, написанное мной за шесть лет в Эрмитаже и в Монмуранси, то признают, я уверен, что если я в этот промежуток и терял время, то во всяком случае не в праздности. Из всех моих сочинений я всего больше обдумывал и охотнее обрабатывал политические установления. Им я готов был посвятить всю свою жизнь. В этом произведении я видел венец своей славы. Мысль о нем впервые зародилась у меня тринадцать или четырнадцать лет тому назад, когда я находился в Венеции и имел случай заметить недостатки ее прославленного государственного устройства. С тех пор взгляды мои значительно расширились, благодаря изучению истории нравов. Я увидел, что все коренным образом связано с политикой, и как бы ни старались это изменить, каждый народ будет только таким, каким его заставляет быть природа его государственного устройства. А великий вопрос о наилучшем государственном устройстве, какое только возможно, казалось мне, сводится к следующему. Какова природа государственного устройства, способного создать народ самый добродетельный, самый просвещенный, самый мудрый, словом, самый лучший, понимая это в широком смысле? Мне казалось, что этот вопрос очень тесно связан с другим. Как бы он ни был от него отличен, какое государственное устройство по природе своей ближе всего к закону? Отсюда что такое закон? И цепь вопросов такой же значительности. Я видел, что все это приводит меня к великим истинам, полезным для счастья человеческого рода, но особенно для счастья моей родины, где я не нашел во время своей недавней поездки туда достаточно правильных и достаточно ясных, на мой взгляд, понятий о законе и свободе. И я счел, что лучше всего внушить им такие понятия косвенным путем, ибо это не заденет их самолюбие, и они не будут оскорблены тем, что я оказался дальновиднее их. Хотя я уже пять или шесть лет работал над этим произведением, оно еще мало продвинулось вперед. Книги такого рода требуют размышления, досуга, спокойствия. Кроме того, я писал, как говорится, на удачу, и не хотел сообщать о своем замысле никому, даже Дидро. Я опасался, как бы книга не показалась слишком смелой для века и страны, о которых я писал, и как бы ужас моих друзей не помешал мне выполнить этот замысел. Такое опасение внушало мне главным образом благоразумная строгость Дюкло. Что касается Дидро, то, не знаю почему, во всех моих беседах с ним я становился более насмешливым и извительным, чем это свойственно моей природе. Это-то как раз и удержало меня от того, чтобы посовещаться с ним о предприятии, в которые я хотел вложить только силу разума, без малейшего признака настроения и пристрастия. А то не сочинение можно судить по общественному договору, представляющему извлечение оттуда. Примечание Руссо. Общественный договор — основное сочинение Руссо по вопросу о происхождении государства и права 1762 год. Я не знал также, будет ли моя книга готова вовремя, и появится ли в свет еще при моей жизни. Я хотел иметь возможность без стеснения дать своему предмету все, чего он требует от меня. Само собой разумеется, что не имея склонности к сатире и вовсе не желая никого задевать, я буду всегда безупречно справедлив. Конечно, я хотел полностью воспользоваться принадлежащим мне от рождения правом мыслить, но неизменно сохраняя уважение к государственному устройству той страны, где мне приходится жить, и никогда не выходя из повиновения ее законам. И очень внимательный к тому, чтобы не нарушить международного права, я не хотел так же пугливо отказываться от предоставляемых им преимуществ. Признаюсь даже, что, как иностранец, живущий во Франции, я находил свое положение чрезвычайно удобным. Я мог смело говорить истину, хорошо зная, что если не стану, как я и намеревался, ничего печатать в этом государстве без разрешения, то не буду обязан никому отчетом в своих убеждениях и в их обнародовании за его пределами. Я был бы гораздо менее свободен даже в Женеве, где магистрат имел право придраться к содержанию моих книг, в каком бы месте они ни были напечатаны. Это соображение много содействовало тому, что я уступил настоянием госпожи Депене и отказался от намерения переселиться в Женеву. Я чувствовал, как сказал это в Эмиле, что если кто-либо, не будучи интриганом, хочет посвятить своей книге истинному благу Родины, тот не должен сочинять их в ее пределах. Смотри Эмиль, книга пятая, советы воспитателя Эмилю после возвращения из путешествия. Я считал свое положение наиболее благоприятным, будучи уверен, что хотя французское правительство может быть не слишком благосклонно смотрит на меня, но оно поставит себе за честь, если не покровительствовать меня, то, по крайней мере, оставит меня в покое. Как мне казалось, с его стороны будет очень простым и, однако же, очень ловким политическим ходом вменить себе в заслугу терпимость к тому, чему нельзя помешать. Ведь если бы меня изгнали из Франции, а это было единственное, что имели право сделать, мои книги все-таки были бы написаны и, может быть, с меньшей сдержанностью, тогда как, оставляя меня в покое, автора делали поручителем за его сочинение и, кроме того, уничтожая предубеждения, прочно укоренившиеся в остальной Европе, создавали Франции репутацию просвещенного государства, соблюдающего уважение к международному праву. Тот, кто заключит на основании последующих событий, что моя доверчивость обманула меня, может очень ошибиться. В буре, захлестнувшие меня, книги послужили предлогом, а целью нападения была моя личность. Очень мало беспокоились об авторе, но хотели погубить Жан-Жака, и величайший вред моих сочинений видели в том, что они могли доставить мне славу. Но не будем забегать вперед. Я не знаю, разъяснится ли впоследствии в глазах читателей эта тайна, до сих пор непонятная для меня. Знаю только, что если бы гонения, которым я подвергся, вызваны были провозглашенными мною принципами, то я стал бы жертвой гораздо раньше. мое сочинение, где эти принципы провозглашены с наибольшей смелостью, чтобы не сказать дерзостью, появились и, по-видимому, произвели свое действие еще до моего удаления в Эрмитаж. Но никому и в голову не приходило не только нападать на меня, но даже мешать распространению моей книги во Франции, где она продавалась так же открыто, как в Голландии. Мое сочинение, где эти принципы провозглашены с наибольшей смелостью, Руссо имеет в виду рассуждение о происхождении неравенства 1754 год. Как в Голландии, Голландия была в эпоху Руссо страной, где передовые французские литераторы могли печатать свои произведения, не опасаясь французской цензуры. После того столь же беспрепятственно появилась и встречена была, смею сказать, с таким же восторгом новая Элоиза. Между тем, и это покажется почти невероятным, предсмертное исповедание веры этой самой Элоизы совершенно то же, что исповедание совойского векария. Смотрите новая Элоиза, часть шестая, письмо одиннадцатое, в котором муж Юлии, господин де Вольмар, описывает Сен-Пре ее последние минуты. В письме содержится, между прочим, пространный ответ Юлии на вопрос священника, желает ли она умереть в согласии с требованиями протестантской церкви. Этот ответ представляет собой изложение взглядов Руссо, тождественное с тем, которое дает исповедание веры совойского векария в Эмиле. Все, что есть смелого в общественном договоре, было высказано раньше, в рассуждении о неравенстве. Все, что есть смелого в Эмиле, уже имелось в Юлии. Если эти смелые мысли не возбудили никакого ропота против первых двух сочинений, значит, не они возбудили его и против последних. В тот момент гораздо более занимало меня другое начинание, приблизительно в том же духе, задуманное не столь давно. Это было изложение трудов Аббата де Сен-Пьера, замысел, о котором я, увлекаемый нитью своего повествования, не мог говорить до сих пор. Де Сен-Пьер, 1658-1743, французский философ и публицист, один из предшественников энциклопедистов, автор проекта «Вечного мира». Он выдвинул предложение о создании всеевропейского арбитражного трибунала, который разрешал бы возникающие между государствами конфликты мирным путем. Идея эта была мне подсказана после моего возвращения из Женевы аббатом де Мабли, не непосредственно, а через госпожу Дюпен, до некоторой степени заинтересованную в том, чтобы я взялся за этот труд. Госпожа Дюпен была одной из трех или четырех красивых женщин Парижа, чьим баловнем являлся старый аббат де Сен-Пьер. И хотя ей не было отдано решительное предпочтение, она все же делила его с госпожой Дегейон. Она сохранила к памяти этого добряка уважение и преданность, делавшие честь им обоим, и ее самолюбие было бы польщено, если бы ее секретарь воскресил мертворожденные произведения ее друга. В этих сочинениях попадались превосходные мысли, но они были так плохо выражены, что чтение их являлось нелегким делом. Удивительно, что аббат де Сен-Пьер, смотревший на своих читателей как на больших детей, говорил с ними, однако, как со взрослыми, слишком мало заботясь о том, чтобы заставить их понять его. Мне предложили эту работу как полезную саму по себе и очень подходящую для человека трудолюбивого в качестве ремесленника, но ленивого в качестве автора, находящего труд мышления очень утомительным и предпочитающего разъяснять и развивать в своем духе чужие идеи, чем создавать собственные. К тому же, не ограничивая меня ролью толкователя, мне не запрещали иногда думать самому, и я мог придать своему произведению такую форму, чтобы многие важные истины прошли в нем в облачении аббата де Сен-Пьера еще более счастливо, чем в моем. Задача, впрочем, была нелегкая. Предстояло прочесть, продумать, изложить двадцать три тома, расплывчатых, нелепых, полных длиннот повторений, близоруких и ложных взглядов, среди которых надо было выудить несколько великих, прекрасных мыслей, дававших мне мужество перенести тяжкое бремя этой работы. Не раз я готов был бросить ее, если б мог под приличным предлогом от нее уклониться, но, получив рукописи аббата, переданные мне его племянником, графом де Сен-Пьером по просьбе Сен-Ламбера, я, некоторым образом, взял на себя обязательства использовать их. Надо было либо вернуть их, либо постараться что-нибудь из них сделать. Именно с этим последним намерением я перевез рукопися аббата в Эрмитаж и решил, что это будет первая работа, которой я отдам свои досуги. Я обдумывал еще третий труд, идеей которого был обязан наблюдением, сделанным над самим собой. И я чувствовал в себе тем большую смелость предпринять его, что надеялся создать книгу действительно полезную людям и даже одну из самых полезных, какую только можно им дать, если только выполнение будет достойно намеченного мною плана. Известно, что большинство людей в течение своей жизни часто бывают не похожи на самих себя и как будто превращаются совсем в других людей. Я хотел создать книгу не для того, чтобы установить этот общеизвестный факт. Ввиду у меня был предмет более новый и даже более важный. Отыскать причины таких изменений, остановиться на тех, которые зависят от нас, и показать, как мы сами можем ими управлять, чтобы сделаться лучше и увереннее в себе. Ведь бесспорно, что честному человеку труднее противиться уже сформировавшимся желаниям, которые он должен побороть, чем предупреждать, заменять или видоизменять те же самые желания, если он в состоянии найти их источник. Человек, подвергающийся искушению, один раз устоит, потому что он силен, а в другой раз падет, потому что слаб. Но если и на этот раз он был таким же, как прежде, то удержался бы от падения. Глубоко исследуя самого себя и изыскивая в других, с чем связаны эти душевные состояния, я нашел, что они зависят большей частью от предшествовавшего впечатления, произведенного внешними предметами, что внутренне нас непрерывно видоизменяют наши ощущения и наши органы, и мы носим, сами того не замечая, в своих мыслях, чувствованиях, в самих своих поступках последствия этих видоизменений. Поразительные и многочисленные наблюдения, собранные мной, были совершенно неоспоримы, и по своим физическим свойствам казались мне пригодными для выработки внешнего режима, который, изменяясь согласно обстоятельствам, может привести душу в состояние наиболее благоприятное для добродетели или удержать ее в этом состоянии. От скольких заблуждений уберегли бы разум, скольким порокам помешали бы родиться, если б умели принудить животные силы служить на благо нравственному порядку, который они так часто нарушают. Климат, времена года, звуки, цвета, мрак, свет, стихии, пища, шум, тишина, движение, покой, все воздействует на наш организм и, следовательно, на нашу душу. Все это дает тысячи почти безошибочных способов управлять чувствами, обращаясь к их источнику и не позволять им господствовать над нами. Такова была основная мысль, уже занесенная мною на бумагу. Я надеялся, что эта идея окажет воздействие на людей благородных и искренне любящих добродетель, но опасающихся своей слабости. Мне казалось нетрудным сделать из этой мысли книгу, которую будет столь же приятно читать, как мне приятно писать ее. Однако я очень мало работал над этим произведением о заглавленном чувственная мораль или материализм мудреца. Сочинение Руссо, оставшееся в наброске, 1756 год. Обстоятельства, которые скоро станут известны, отвлекли меня и помешали заниматься этим произведением. Читатель узнает, какова была судьба моего наброска, связанная с моей собственной гораздо теснее, чем это может показаться. Кроме всего этого, я обдумывал с некоторых пор систему воспитания. Госпожа де Шенонсо, очень боявшаяся для сына системы, которой придерживался ее муж, просила меня заняться этим вопросом. Хотя этот предмет был мне не особенно по вкусу, но власть дружбы такова, что он занимал меня больше всех других. Поэтому-то из всех замыслов, о которых я только что говорил, только этот я довел до конца. Цель, которую я себе ставил, работая над ним, должна была, мне кажется, заслужить автору другую участь. Но не будем преждевременно касаться здесь этого печального предмета. И без того мне придется слишком много говорить о нем в дальнейшем повествовании. Все эти разнообразные планы давали мне темы для размышлений во время прогулок. Я, кажется, уже говорил, что не могу размышлять иначе, как во время ходьбы. Как только я останавливаюсь, я перестаю думать. Голова моя действует только вместе с ногами. Однако я был настолько предусмотрителен, что запасся и кабинетной работы на случай дождливой погоды. Это был мой музыкальный словарь, разбросанные и скромсанные бесформенные материалы, которого делали необходимой коренную переработку этого труда. Музыкальный словарь, работа Руссо, выросшая из его статей о музыке в энциклопедии и законченная как самостоятельное произведение в 1764 году. Считая этот труд несовершенным как целое, Руссо очень ценил отдельные составляющие его заметки. Я привез несколько книг, нужных для этого. Я употребил два месяца на выписке из многих других книг, выданных мне Королевской библиотекой, причем мне было даже разрешено взять некоторые в Эрмитаж. Это были мои запасы для компелитивной работы на дому, когда погода не позволяла выходить, а переписывать надоедала. Такой распорядок был мне весьма удобен. Я прибегал к нему как в Эрмитаже, так и в Монмурансе, и даже потом в Мутье, где окончил эту работу, делая одновременно и другие. Я всегда находил, что перемена труда настоящий отдых. Некоторое время я довольно точно следовал этому распорядку и чувствовал себя очень хорошо. Но в весеннюю пору госпожа де Пене стала чаще приезжать в Эпене или в Шевретту, и я убедился, что обстоятельства, сначала не тяготившие меня, но которых я не принял в расчет, сильно мешают моим планам. Я уже упомянул, что у госпожи де Пене были чрезвычайно милые качества. Она очень любила своих друзей, с большим усердием оказывала им услуги, не жалела для них ни своего времени, ни хлопот, и, безусловно, заслуживала, чтобы и друзья отвечали ей вниманием. До сих пор я выполнял эту обязанность, не считая ее бременем. Но в конце концов я понял, что наложил на себя цепи, и что только дружба мешала мне почувствовать их тяжесть. Последнее усугублялось еще моим отвращением к многолюдному обществу. госпожа депене вышла из затруднения, сделав мне предложение, казалось, удобное для меня, но более удобное для нее. Она предложила, что будет сообщать всякий раз, как будет оставаться одна или почти одна. Я согласился, не сообразив, к чему это меня обязывает. Вышло так, что я ходил к ней не в те часы, какие были удобны для меня, а в те, которые удобны ей, и никогда не был уверен, что смогу располагать собой хоть один день. Это стеснение сильно уменьшало удовольствие моих встреч с нею. Я обнаружил, что обещанная мне свобода была мне дана лишь под условием, чтобы я никогда ею не пользовался. И когда я раз другой попробовал не пойти к госпоже Депене, это вызвало столько посланий, записок, столько тревог о моем здоровье, что лишь ссылка на тяжелую болезнь, я видел это ясно, могла избавить меня от необходимости бежать по первому зову. Пришлось подчиниться этому игу. Я это сделал и даже довольно охотно для такого великого врага зависимости, как я. Моя искренняя привязанность к госпоже Депене в значительной мере мешала мне замечать оковы, которые налагало это чувство. Вызывая меня к себе, она стремилась сколько-нибудь заполнить пустоту, образуемую вокруг нее отсутствием ее обычных приближенных. Замена для нее довольно скудная, но все-таки это было лучше полного одиночества, которого она не могла выносить. У нее был гораздо более приятный способ заполнить эту пустоту с тех пор, как она вздумала приобщиться к литературе и забрала себе в голову во что бы то ни стало сочинять романы, письма, комедии, сказки и другие пустяки в этом роде. Но ее занимало не столько писание, сколько чтение своих произведений. И если ей случалось намарать подряд две-три страницы, ей нужно было быть уверенной, что по окончании столь огромного труда найдутся по крайней мере двое-трое благосклонных слушателей. Я имел честь быть включенным в число избранных только при условии присутствия кого-нибудь еще. Один же я почти всегда считался существом ничтожным. Так относились ко мне не только у госпожи до пене, но и у господина Гольбаха, и всюду, где задавал тон господин Гримм. Это ничтожество мое было для меня очень удобно при всех обстоятельствах, за исключением беседы вдвоем. Когда я не знал, как держать себя, не смел толковать о литературе, о которой мне не следовало судить, не говорить о любви, так как я был слишком робок, и больше смерти боялся смешного положения старого волокиты. Да и мысль об этом никогда не приходила мне в голову в присутствии госпожи до пене, и, возможно, не пришла бы даже в том случае, если б я провел всю свою жизнь возле нее. Не потому, чтоб я испытывал отвращение к ее личности. Наоборот, может быть, я слишком любил ее как друг, чтобы любить как любовник. Для меня было удовольствием видеть ее, говорить с нею. Ее беседа, довольно приятная в обществе, была суха наедине. Я тоже не обладал даром цветистой речи и не мог оказать ей большой поддержки. Стыдясь слишком долгого молчания, я изощрялся, чтобы оживить разговор, и часто он утомлял меня, но никогда мне не надоедал. Мне было очень приятно оказывать ей маленькие услуги, а мои невинные, совсем братские поцелуи, по-видимому, и в ней не вызывали чувственности. Она была очень худа, очень бледна, и грудь у нее была плоская, как ладонь. Одного этого недостатка было бы довольно, чтобы заморозить меня, мое сердце и мои ощущения всегда отказывались видеть женщину в существе плоскогрудом, да и другие причины, о которых незачем говорить, заставляли меня забывать ее пол. Решившись таким образом на неизбежную подчиненность, я отдался ей без сопротивления и находил ее, по крайней мере, первый год менее тягостный, чем мог ожидать. Госпожа де Пене, обычно проводившая почти все лето в деревне, на этот раз пробыла в Шевретте лишь часть его, потому ли, что дела задержали ее в Париже, потому ли, что отсутствие гримма делало для нее пребывание в Шевретте менее приятным. Я пользовался промежутками, когда она не жила там, или когда у нее собиралось большое общество, и в эти дни наслаждался уединением с моей доброй Терезой и ее матерью, так, чтобы хорошенько почувствовать его цену. Хотя я довольно часто ездил в деревню, но уже в течение нескольких лет почти не пользовался ее благами. И поездки за город всегда в обществе людей с претензиями, всегда испорченные условностью, только обостряли во мне жажду сельских удовольствий, картину которых я видел лишь мельком, словно для того, чтобы сильнее почувствовать их отсутствие. Мне так надоели гостиные, фонтаны, рощи, цветники, а еще больше скучное тщеславие, выставлявшее все это напоказ. Я был так измучен брошюрами, клавесином, игрой в три, новыми знакомствами, глупыми остротами, пошлым жеманством, ничтожными пустомелями и торжественными ужинами, что, когда украдкой бросал взгляд на скромный простой куст терновника, на изгородь, лук, овин, когда я вдыхал, проходя по деревушке запах вкусной яичницы, с Кервилем. Когда слышал вдалеке безыскусственную песню пастушек, я посылал к черту и румяна, и фижмы, и амбру. Игра в три, старинная игра в карт. Кервиль — растение, употребляемое в пищу в качестве приправы. С сожалением, помышляя о домашнем обеде и местном вине, я от всего сердца дал бы оплеуху и господину главному повару, и господину дворецкому, заставлявших меня обедать в тот час, когда я обычно ужинаю, и ужинать в тот час, когда я сплю, а в особенности господам лакеям, пожиравшим глазами куски у меня на тарелке и под страхом смерти от жажды, вынуждавшим меня расплачиваться за поддельное вино своего хозяина в десять раз дороже, чем я заплатил бы за лучшее вино в кабачке. Но вот я, наконец, у себя, в приятном и уединенном приюте. Я волен вести здесь ту независимую, ровную и спокойную жизнь, для которой чувствовал себя созданным. Прежде чем говорить о действии на мое сердце столь нового для меня положения, следует возобновить в памяти мои тайные привязанности, чтобы можно было лучше проследить причину успеха этих новых изменений. Я всегда считал день, соединивший меня с моей Терезой, днем определившим мое нравственное существо. Мне нужна была привязанность, поскольку узы прежней привязанности, которые могла бы заполнить всю мою жизнь, были так жестоко разорваны. Жажда счастья никогда не иссякает в сердце человека. Маменька старилась и опускалась. У меня было доказательство, что она больше не может быть счастливой здесь, на земле. Оставалось искать своего собственного счастья, так как я потерял всякую надежду когда-нибудь разделить его с ней. Я переходил некоторое время от одной идеи к другой и от одного замысла к другому. Мое путешествие в Венецию могло бы вовлечь меня в общественную жизнь, если б человек, с которым я связался, имел хоть каплю здравого смысла. Я легко падаю духом, особенно в предприятиях трудных и требующих выдержки. Неудача этого начинания отвратила меня от всякого другого. Считая согласно моему давнему убеждению предметы отдаленные приманкой для простаков, я решил жить с тех пор день за днем, не видя в жизни больше ничего, что побуждало бы меня напрягать силы. Как раз в это время состоялось мое знакомство с Терезой. Мягкий характер этой хорошей девушки казалось так подходил к моему, что я привязался к ней чувствам неуязвимым для времени и обид, и все, что могло бы его уничтожить, только увеличивало его. Сила этой привязанности будет видна впоследствии, когда я обнажу глубокие раны, которыми она истерзала мне сердце в самый разгар моих бедствий, но вплоть до той минуты, когда я это пишу, у меня ни разу, ни перед кем, не вырвалось ни единого слова жалобы. Когда станет известно, что, сделав все, презрев все, чтобы только не разлучаться с ней после двадцати пяти лет, проведенных с нею наперекор судьбе и людям, я кончил тем, что на старости лет женился на ней, хотя она этого не ожидала и не просила, а я не давал ни обязательств, ни обещаний, то решат, что неистовая страсть с первого же дня вскружила мне голову и постепенно довела меня до последнего сумасбродства. И еще больше подумают так, когда узнают те особые и важные причины, которые должны были помешать мне когда-либо дойти до этого. Что же подумает читатель, если я скажу ему со всей искренностью, которую он теперь должен за мной признать, что с первой минуты, как я увидел ее, и до сих пор я ни разу не почувствовал ни малейшей искры любви к ней, что я желал обладать ею так же мало, как и госпожой Деваранс. И что чувственная потребность, которую я удовлетворял с нею, была у меня только потребностью пола, не имевшей ничего общего с личностью. Он подумает, что я устроен иначе, чем другие люди, и, видимо, не способен испытывать любовь, раз она не имела отношения к чувствам, привязывавшим меня к женщинам, которые были мне всего дороже. Терпение, мой читатель, приближается роковой момент, когда вам придется слишком ясно убедиться в своей ошибке. Я повторяюсь, это верно, но так надо. Первая моя потребность, самая большая, самая сильная, самая неутолимая, заключалась всецело в моем сердце. Это потребность в тесном общении, таком интимном, какое только возможно. Поэтому-то я нуждался скорее в женщине, чем в мужчине, скорее в подруге, чем в друге. Эта странная потребность была такова, что самое тесное соединение двух тел еще не могло быть для нее достаточным. Мне нужны были две души в одном теле. Без этого я всегда чувствовал пустоту. И вот мне казалось моментами, что такой пустоты я больше не ощущаю. Эта молодая женщина, привлекательная тысячью превосходных качеств, а в то время даже и внешностью, без тени искусственности или кокетства, заключила бы в себе одно мое существование, если бы я мог, как сначала надеялся, заключить ее существование в себе. Мне нечего было бояться мужчин. Я уверен, что был единственным, которого она действительно любила, и ее спокойный темперамент не нуждался в других, даже когда я перестал быть для нее мужчиной. У меня не было семьи. У нее она была. Но эта семья, в которой все были столь отличны от нее по характеру, оказалась не такой, чтоб я мог сделать ее своей семьей. В этом была первая причина моего несчастья. Чего только я не отдал бы, чтобы стать сыном ее матери. Я все для этого сделал, но не достиг цели. Напрасно я старался слить в одно наши интересы. Это оказалось невозможным. У госпожи Левас-сэр всегда находились свои личные интересы, противоположные моим и даже интересам ее дочери, которые уже не были отдельными от моих. Она и другие ее дети и внуки уподобились пиявкам и обкрадывали Терезу, что было еще самым меньшим злом из всех, какие они причиняли ей. Бедная девушка, привыкшая покоряться даже своим племянницам, молча позволяла обирать себя и распоряжаться собой. И я с болью видел, что расточаю свой кошелек без всякой пользы для нее. Я попытался отдалить ее от матери. Она этому решительно воспротивилась. Я отнесся с уважением к ее сопротивлению и стал ценить ее за это еще больше. Но отказ ее, тем не менее, послужил во вред и ей, и мне. Преданная своей матери и родным, она принадлежала им больше, чем мне, больше, чем себе самой. Их жадность была для нее не так разорительна, как пагубны их советы. Наконец, если благодаря своей любви ко мне, благодаря своей хорошей натуре, она избегла полного порабощения, то все же была подчинена настолько, что это в большинстве случаев мешало воздействию хороших правил, которые я старался ей внушить. И какие меры я не принимал, мы всегда оставались разъединенными. Вот каким образом, несмотря на искреннюю и взаимную привязанность, в которую я вложил всю нежность своего сердца, пустота в нем все-таки никогда не была заполнена. Явились дети, которые могли бы эту пустоту заполнить. Стало еще хуже. Я содрогнулся перед необходимостью поручить их этой дурно воспитанной семье, ведь они были бы воспитаны ею еще хуже. Пребывание в воспитательном доме было для них гораздо менее опасным. Вот основание принятого мной решения более веское, чем все выставленные мной в письме к госпоже де Франкей. Однако оно было единственным, о котором я не смел говорить. Я предпочел остаться менее оправданным в столь тяжком проступке и пощадить семью женщины, которую любил. Но можно судить по поведению ее несчастного брата, должен ли я был, что бы об этом ни говорили, подвергать своих детей такому воспитанию, какое было дано ему. Не имея возможности насладиться во всей полноте необходимым тесным душевным общением, я искал ему замены, которая, не заполняя пустоту, позволяла бы мне меньше ее чувствовать. За неимением друга, который был бы всецело моим другом, я нуждался в друзьях, чья порывистость преодолела бы мою инертность. Вот почему я берег, укреплял свою дружбу с Дидро, с Аббатом Кандильяком и завязал с Гриммом новую дружбу, еще более тесную. И вот, наконец, из-за этого несчастного рассуждения, историю которого я рассказал, я, сам того не думая, оказался снова брошенным в литературу, хотя считал, что навсегда отошел от нее. Мой дебют привел меня новым путем в другой умственный мир, простой и превосходный порядок которого я не мог созерцать без восхищения. Вскоре углубившись в него, я стал видеть во взглядах наших мудрецов только заблуждение и безумство в нашем общественном строе, только гнет и нищету. Обольщенный своей глупой гордостью, я считал себя призванным уничтожить все эти авторитеты и, решив, что для того, чтобы заставить себя слушать, надо согласовать свои поступки со своими принципами, усвоил необычное поведение, следовать которому мне не позволили. Мои мнимые друзья не могли с ним примириться, потому что я подавал пример другим. Между тем, сделав меня сначала смешным, поведение это, в конце концов, принесло бы мне почет, если б у меня была возможность твердо его держаться. До тех пор я был добр, с того времени я стал добродетелен, или, по крайней мере, опьянен добродетелью. Это опьянение началось у меня в голове, но перешло в сердце. Самая благородная гордость зарождалась там на обломках вырванного с корнем тщеславия. В моем поведении не было ничего наигранного. Я на самом деле стал таким, каким казался. И в течение, по крайней мере, четырех лет, пока это восторженное состояние сохраняло всю свою силу, я был бы способен совершить все самое великое и прекрасное, что только свойственно человеческому сердцу. Вот источник моего внезапного красноречия, вот откуда распространился в моих первых книгах тот поистине небесный огонь, который воспламенял меня, но ни единая искра которого не вырвалась в течение сорока предшествующих лет, потому что он еще не был зажжен. Я в самом деле преобразился. Мои друзья, мои знакомые не узнавали меня. Я уже больше не был тем робким, скорее застенчивым, чем скромным человеком, не умевшим не держать себя, не говорить в обществе, приходившим в замешательство от шутливых слов, красневшим от женского взгляда, смелый, гордый, неустрашимый. Я повсюду нес с собой уверенность, тем более твердую, что она была проста и заключалась в моей душе, а не в манере себя держать. Презрение, внушенное мне глубокими размышлениями к нравам, правилам поведения и предрассудкам нашего века, делало меня нечувствительным к насмешкам тех, кто был подвластен этим понятием. И я подавлял острые словечки насмешников своими приговорами, как раздавил бы насекомое между пальцев. Какая перемена! Весь Париж повторял едкие и язвительные сарказмы того самого человека, который за два года до этого и десять лет спустя не знал что ему сказать и где найти слова, чтобы выразить свои мысли. Пусть поищут в мире состояние наиболее чуждое моей натуре. Найдут именно это. если захотят вспомнить один из тех коротких моментов в моей жизни, когда я становился другим и переставал быть самим собой, такой момент найдут именно в том периоде, о котором я говорю. Но длился он не каких-нибудь шесть дней или шесть недель, а около шести лет, и быть может длился бы до сих пор, если б особые обстоятельства не прекратили его и не вернули меня к моей натуре, над которой я хотел возвыситься. Перемена во мне началась, как только я уехал из Парижа, как только избавился от зрелища пороков этого большого города, вызывавшего мое негодование. Не видя людей ничтожных, я перестал их презирать. Не видя злых, я перестал их ненавидеть. Мое сердце, не созданное для ненависти, стало лишь оплакивать их бедствия и больше не замечало их злобы. Такое состояние души, более спокойное, но менее возвышенное, вскоре убило пламенный энтузиазм, так долго воодушевлявший меня, и незаметно для других, почти незаметно для самого себя, я опять стал боязливым, снисходительным, робким. Словом, я стал тем же анжаком, каким был прежде. Если бы переворот только вернул меня к самому себе, и на этом остановился, все было бы хорошо. Но, к несчастью, он пошел дальше и быстро увлек меня в другую крайность. С тех пор метущаяся душа моя постоянно переходила за черту спокойствия, и такие колебания беспрестанно возобновляясь, никогда не позволяли ей удержаться на этой черте. вникнем в подробности этого второго переворота страшные и роковой эпохи в моей жизни, не имеющие примера среди смертных. Нас было только трое в нашем убежище. Досуг и уединение должны были естественно еще более сблизить нас. Так это и случилось со мной и Терезой. Мы проводили вдвоем под древесной сенью очаровательные часы, и я никогда так хорошо не чувствовал их отраду. Мне оказалось, что и Тереза тоже наслаждается ею больше, чем прежде. Она открыла мне свое сердце безутайки и сообщила о своей матери и семье то, что имела силы долгое время скрывать от меня. Обе они получали от госпожи Дюпен множество подарков, которые та делала из приязни ко мне, но мать старая плутовка, чтоб не сердить меня, брала их себе или отдавала другим своим детям, не оставляя ничего для Терезы и строго-настрого запрещала ей говорить мне об этом, что бедняжка и выполняла с невероятной покорностью. Но больше всего я был удивлен, когда узнал, что кроме особых разговоров, которые Дидро и Гримм часто вели с той и с другой, чтобы отдалить их от меня, хотя и не достигли цели оба они беседовали по секрету с ее матерью, и Тереза никак не могла узнать, что они между собой замышляли. Она знала только, что тут были замешаны маленькие подарки и имели место какие-то посещения, которые старались держать от нее в тайне и поводы которых были ей совершенно неизвестны. Уже задолго до того, как мы уехали из Парижа, у госпожи Левассер вошло в обычай посещать Гримма два или три раза в месяц и проводить в него по несколько часов в таких секретных разговорах, что Гримм всегда отсылал из комнаты лакея. Я решил, что они возобновили свой прежний замысел, в который старались втянуть Терезу, обещая устроить ей и матери через госпожу де Пене розничную торговлю солью, табачную лавочку, одним словом, соблазняя их приманкой прибыли. Их уверяли, что я не только не имею возможности что-нибудь сделать для них, но из-за них не могу достигнуть чего бы то ни было даже для самого себя. Во всем этом я не видел ничего, кроме добрых намерений, и ничуть не был за это в претензии. Только таинственность возмущала меня, особенно со стороны госпожи Левассер. Старуха становилась с каждым днем все угодливей и вкрадчивей со мной, что не мешало ей из-под тишка беспрестанно упрекать дочь за то, что та меня слишком любит и по глупости все мне рассказывает сама себе во вред. Эта женщина обладала исключительным искусством снимать десять урожаев с одного поля, скрывая от одного то, что получала от другого, а от меня то, что получала от всех. Я мог бы простить ей жадность, но не мог простить притворство. Зачем ей нужно было от меня таиться, когда она хорошо знала, что я видел свое счастье почти единственное в счастье ее дочери и ее собственном. Все, что я делал для ее дочери, я делал для себя, но то, что я делал для матери, заслуживало с ее стороны некоторой благодарности. Ей следовало быть признательной за это, по крайней мере, своей дочери и любить меня из-за любви к ней. Я избавил эту старуху от крайней нищеты. Она получала от меня свое содержание. Она была обязана мне всеми знакомствами, из которых извлекала такую выгоду. Тереза долгое время кормила ее своим трудом, а теперь кормила моим хлебом. Она получала все от дочери, для которой ничего не сделала, а другие ее дети, которых она одарила, ради которых сама разорилась, не только ее не содержали, но еще пожирали и ее, и мои средства. Я полагал, что в этом положении она должна была бы считать меня своим единственным другом, самым надежным своим покровителем, и не только не держать от меня в тайне мои собственные дела, не только не составлять против меня заговоров в моем собственном доме, но преданно осведомлять меня обо всем, что могло меня интересовать, если она узнавала об этом раньше меня. Какими же глазами должен был я смотреть на ее фальшивое и загадочное поведение? Что должен был я думать, особенно о чувствах, которые она старалась привить своей дочери? Какой чудовищной должна была быть ее неблагодарность, если и дочери она пыталась внушить ее? Все эти размышления отвратили наконец мое сердце от этой женщины до такой степени, что я не мог больше глядеть на нее, не презирая. Тем не менее, я не переставал обращаться почтительно с матерью моей подруги, оказывая ей во всем почти сыновнее уважение и внимания. Но правда, я не любил долго оставаться с ней. Совсем не в моем характере стеснять себя. Вот еще один из тех моментов моей жизни, когда я видел счастье очень близко, но не имел возможности его достигнуть и, без всякой своей вины, упустил его. «Если б у этой женщины оказался хороший характер, мы были бы счастливы все трое до конца наших дней. Тот из нас, кто остался бы в живых последним, был бы достоин сожаления. Между тем, посмотрите, какой оборот приняли дела, и рассудите, мог ли я изменить его? Госпожа Левассер, видя, что я занял большое место в сердце ее дочери, а она потеряла в нем свое, попробовала отвоевать его, и вместо того, чтобы приблизиться ко мне через дочь, попыталась совсем отдалить ее от меня. Один из способов, которые она применила, заключался в том, что она призвала на помощь свою семью. Я просил Терезу не приглашать никого из них в Эрмитаж, она обещала. Их вызвали туда в мое отсутствие, не спрашиваясь у нее, а потом вынудили у нее обещание не говорить мне ничего. Когда первый шаг был сделан, все остальное было легко. Если хоть раз что-нибудь скроешь от того, кого любишь, больше уж не будет совестно так поступать с ним во всем. Всякий раз, как я был в Шевретте, Эрмитаж наполнялся гостями, которые недурно проводили там время. Мать всегда возьмет верх над дочерью доброй по природе, однако каким бы путем госпожа Левасер не принималась за дело, она никогда не могла вовлечь Терезу в свои замыслы и уговорить ее объединиться с ней против меня. Что до самой старухи, то ее решение было бесповоротно. Видя на одной стороне свою дочь и меня, у которых можно было жить и только, а на другой Дидро, Гримма, Гольбаха, госпожу де Пене, многое обещавших и кое-что дававших, она решила, что невозможно промахнуться, примкнув к жене главного откупщика и к барону. Будь я дальновидней, я понял бы уже в то время, что пригрел змею у себя на груди. Но по своей слепой доверчивости, которую тогда еще ничто не поколебало, я даже не представлял себе, что можно желать вреда тому, кого ты должен любить. Видя, как вокруг меня плетут тысячи козней, я только умел жаловаться на тиранию тех, кого называл своими друзьями и кто хотел, по моему мнению, заставить меня быть счастливым скорее на их, чем на мой собственный лад. Хотя Тереза отказалась заключить союз с матерью, она опять сохранила ее тайну. Ее побуждение было похвально. Не скажу, хорошо или дурно она поступила. Две женщины, имеющие секреты, любят болтать между собой. Это сближает их. Тереза, деля свою привязанность между нами двоими, заставляла меня иногда чувствовать, что я одинок, потому что я не мог считать настоящим обществом то, которое составляли мы втроем. Тогда-то я живо почувствовал, какую сделал ошибку в первое время нашей связи, что не воспользовался покорностью, вызванную любовью, чтобы развить в Терезе ее ум и дать ей знания. Теснее сближая нас в нашем уединении, они приятно заполнили бы и ее, и мое время, никогда не давая нам почувствовать тягость беседы вдвоем. Нельзя сказать, чтобы разговор между нами не клеился, что у нас не было тем для беседы, и что Тереза казалась скучающей во время наших прогулок, но у нас попросту было слишком мало общих интересов, чтобы они доставляли большой запас тем. Мы уже не могли без конца говорить о наших планах, отныне ограниченных намерением наслаждаться жизнью. Предметы нам встречавшиеся вызывали во мне размышления, которые ей были недоступны. Двенадцатилетняя привязанность уже не нуждалась в речах, мы слишком хорошо знали друг друга, чтобы открыть один другому что-нибудь новое. Оставалась возможность чесать язык, злословить и отпускать плоские шутки. В уединении особенно чувствуешь, какое преимущество жить с человеком, умеющим мыслить. Я и без этого всегда находил удовольствие в ее обществе, но ей было бы нужно оценить это, чтобы постоянно находить удовольствие в моем. Хуже всего было то, что нам вдобавок приходилось искать случая для наших свиданий. Ее мать, сделавшаяся мне невыносимой, вынуждала ловить их. Я был стеснен у себя в доме. Этим все сказано. Видимость любви портила добрую дружбу. Мы жили в близком общении, не имея близости между собой. Как только мне показалось, что Тереза ищет иногда предлогов, чтобы уклониться от прогулок, которые я ей предлагал, я перестал предлагать их, не досадуя на нее за то, что они нравятся ей меньше, чем мне. Удовольствие вовсе не зависит от нашей воли. Я был уверен в ее сердце, этого мне было достаточно. Пока мои удовольствия были ее удовольствиями, я наслаждался ими вместе с ней. Когда этого не стало, я предпочел ее удовлетворение своему собственному. Вот каким образом лишь наполовину обманутый в своих надеждах, ведя жизнь по своему вкусу, вместе мною избранным, с женщиной, которая была мне дорога, я все-таки дошел до того, что почувствовал себя почти совсем одиноким. То, чего мне недоставало, мешало мне наслаждаться тем, что я имел. В счастье и в наслаждении мне надо было все или ничего. Дальше будет видно, почему я счел эти подробности необходимыми. Теперь возобновлю свой рассказ. Я думал, что найду сокровища в рукописях, переданных мне графом де Сен-Пьером. Разбираясь в них, я увидел, что там нет почти ничего, кроме собраний уже напечатанных сочинений его дяди с заметками и поправками его рукой и некоторых его статей к еще не увидевших свет. Прочтя его сочинения о морали, я укрепился в мысли, возникшей у меня на основании нескольких его писем, которые показала мне госпожа до крики. Ум у него был обширней, чем я думал. Но углубленное изучение его политических трудов обнаружило передо мной лишь поверхностные взгляды, проекты полезные, но невыполнимые из-за идеи, от которой автор никак не мог отрешиться, будто люди руководятся больше своими познаниями, чем страстями. Высокое мнение Десен-Пьера о современной науке заставило его усвоить ложный принцип об усовершенствованном разуме как основе всех проектируемых им учреждений и источники всех его политических софизмов. Этот редкий человек, составлявший украшения своего века и всего человечества с тех пор, как оно существует, быть может единственный, не знавший другой страсти, кроме страсти к разуму, однако только и делал, что переходил во всех своих системах от заблуждения к заблуждению, так как хотел сделать людей подобными себе самому, вместо того, чтобы брать их такими, каковы они есть и какими останутся. Он трудился лишь для воображаемых существ, думая, что трудится для своих современников. Ввиду всего этого я находился в некотором затруднении какую форму придать своему труду, оставить вымыслы автора без опровержения значило не сделать ничего полезного, а провернуть их со всей строгостью значило поступить нечестно, потому что хранение этих рукписей, на которые я согласился и которые даже просил предоставить мне, обязывало меня отнестись к их автору с почтением. Наконец, я принял решение, показавшееся мне самым пристойным, разумным и целесообразным. Изложить идеи автора и свои собственные отдельно, а для этого стать на его точку зрения, осветить ее, развить и сделать все, чтобы ее можно было оценить по достоинству. Таким образом, мой труд должен был состоять из двух совершенно отдельных частей. Одной, предназначенной для изложения различных проектов автора в том виде, как я только что сказал, и другой, которая должна была появиться лишь после того, как первая произведет свое действие, и где я высказал бы свое суждение об этих проектах, что, сознаюсь, могло бы порой подвергнуть их участи сонета в мизантропе. В комедии Мольер Мизантроп 1666 Щеголь Оронт, мнящий себя поэтом, читает свой бездарный и жеманный сонет главному действующему лицу комедии примодушному Альцесту, который говорит автору правду в глаза, чем навлекает на себя его гнев и угрозу возбудить против него судебное преследование. Во главе всего труда должно было идти жизнеописание автора, для которого я собрал довольно хорошие материалы, льстя себя надеждой использовать их, не испортив. Мне случалось видеть Аббата де Сен-Пьера в старости, и благоговение, которое я хранил к его памяти, было ручательством что граф не остался бы недоволен моим обращением с его родственником. Я сделал опыт с вечным миром, самым значительным и разработанным из всех сочинений, входивших в это собрание, и прежде чем погрузиться в свои размышления, имел мужество перечесть решительно все, что Аббат написал на эту прекрасную тему, причем я ни разу не пришел в отчаяние ни от его длин нот, ни от повторений. Публика видела этот пересказ, так что мне нечего говорить о нем. Что же касается разбора, которому я подверг вечный мир, то он вовсе не был напечатан, и не знаю, будет ли напечатан когда-нибудь, но разбор этот был написан в одно время с пересказом. От вечного мира я перешел к полисинодии, или множественности советов. Сочинение это было написано при регенте с целью поддержать назначенное им правительство, но привело к изгнанию Аббата де Сен-Пьера из французской академии за некоторые выпады против предшествующего правительства, рассердившие герцогиню Думен и кардинала де Полиньяка. Полисидония сочинение де Сен-Пьера проводящая, как и вечный мир, мысль о необходимости создать всеевропейский арбитражный трибунал и содержащая резкую критику царствования Людовика XIV. За это сочинение, написанное в 1718 году при регенте Филиппе Орлянском Сен-Пьер, по настоянию жены сына Людовика XIV герцогини де Мен и бывшего главного министра Людовика XIV кардинала де Полиньяка был исключен из французской академии. Я довел этот труд как и предыдущий до конца, как в смысле разбора, так и изложения, но на этом остановился, не желая продолжать работу, к которой мне не следовало бы и приступать. Соображение, побудившее меня от нее отказаться, напрашивалось само собой, и удивительно, как оно не пришло мне в голову раньше. Большая часть писаний Аббата де Сен-Пьера состояла из критических замечаний о некоторых сторонах французского правительства, причем иные были такие смелые, что было непонятно, как они прошли для него безнаказанно. Но в министерских канцеляриях Аббата де Сен-Пьера всегда считали скорее кем-то вроде проповедника, нежели настоящим политическим деятелем, и позволяли ему говорить все, что ему захочется, так как прекрасно видели, что его никто не слушает. А если б я добился того, чтобы его стали слушать, дело приняло бы другой оборот. Он был француз, я нет. И осмелившись повторять его суждения, хоть и под его именем я давал повод задать мне вопрос немного резкий, но небезосновательный, с какой стати я вмешиваюсь. К счастью, я понял, какие нарекания навлеку на себя, и постепенно отступил. Я знал, что, живя одиноко среди людей, к тому же более могущественных, чем я, при всех моих стараниях не смогу оградить себя от зла, которое они желают мне причинить. Только одно тут зависело от меня. Поступать, по крайней мере, так, что, если им вздумается причинить мне зло, оно оказалось бы несправедливостью. Это правило, побудившее меня оставить аббата де Сан-Пьера, часто заставляло меня отказываться от замыслов гораздо более мне дорогих. Некоторые люди, всегда готовые превратить беду в преступление, были бы очень удивлены, если бы узнали, как я всю жизнь старался, чтобы никто не имел основания сказать мне о моих бедствиях, ты их вполне заслужил. Оставив этот труд, я некоторое время был в нерешительности, за какой мне после него приняться, и этот промежуток бездействия был моей гибелью, позволив моим размышлениям обратиться на меня самого, за отсутствием иного предмета, который бы меня занял. У меня больше не было планов на будущее, которые могли бы увлечь мое воображение, у меня даже не было возможности составлять их, потому что мое положение было как раз таким, к какому влекли меня мои желания, новых желаний не возникало, а сердце мое было еще пусто. Это состояние было тем мучительней, что я не представлял себе другого достойного предпочтения. Я сосредоточил самую нежную свою привязанность на одной женщине, нравившейся мне и отвечавшей мне взаимностью. Я жил с ней, ни в чем себя не стесняя и, так сказать, с полной непринужденностью. Однако тайная сердечная тоска не покидала меня ни подли нее, ни вдали. Обладая ею, я чувствовал, что она все еще не моя. И одна мысль, что я для нее не все, делала то, что она была для меня почти ничем. У меня были друзья обоего пола, к которым я был привязан чувством самой чистой дружбы, самого глубокого уважения. Я рассчитывал на полнейшую взаимность с их стороны. И мне даже не приходило в голову усомниться в их искренности. Между тем, эта дружба была для меня скорее терзанием, чем радостью, из-за их упорного, даже ожесточенного противоречия моим вкусам, склонностям, образу жизни, до такой степени, что стоило мне только высказать желание по поводу чего-нибудь, что могло интересовать только меня и не имело отношения к ним, как они тотчас же объединялись против меня, вынуждая меня от этого отказаться. Это упорное контролирование всех моих поступков, тем более несправедливое, что я не только не контролировал их поступки, но даже не осведомлялся о них, стало мне до того тягостным, что даже письма их внушали мне какой-то ужас, когда я их распечатывал. И, увы, ужас этот слишком часто оправдывался при чтении. Я находил, что люди, которые все были моложе меня и сами очень нуждались в уроках, расточаемых ими мне, не имели права обращаться со мной, как с ребенком. «Любите меня, как я люблю вас», говорил я им. «В остальном, не вмешивайтесь в мои дела больше, чем я вмешиваюсь в ваши. Вот все, о чем я вас прошу. Если из этих двух просьб они соглашались исполнить одну, то уж во всяком случае не последнюю». У меня появилось отдельное жилище в очаровательном уединении. Там я был сам себе господин и мог жить на свой лад, не опасаясь, что кому-нибудь вздумается меня контролировать. однако это обиталище налагало на меня обязанности, приятные для исполнения, но непременные. Вся моя свобода зависела от случая. Больше, чем приказаниями, я был порабощен собственной волей. У меня не было ни одного дня, когда, просыпаясь, я мог бы сказать, «Я проведу этот день, как мне захочется». Больше того, кроме зависимости от распоряжения госпожи Допене, у меня была еще другая, гораздо более несносная, зависимость от публики и незваных гостей. Расстояние, отделявшее меня от Парижа, не мешало тому, чтобы ко мне ежедневно являлись столпы бездельников. Не зная, что делать, со своим временем они без всякого стеснения расхищали мое. Я подвергался беспощадному нападению, когда меньше всего ожидал этого, и редко мне случалось составить какой-нибудь славный распорядок дня, без того, чтобы его не расстроили посетители. Короче говоря, не находя настоящей радости среди благ, которых я больше всего желал, я возвращался мыслью к ясным дням своей юности и порой восклицал со вздохом «Ах, это совсем не то, что было в шарметах». Воспоминания о разных периодах моей жизни привели меня к размышлениям о том, пределе которого я достиг, и я увидел себя уже на склоне лет жертвой мучительных недугов. Может быть, недалек конец моего пути, а между тем я еще не вкусил полностью почти ни одного из тех наслаждений, которых жаждало мое сердце, не дал выхода сильным чувствам, которые, я это знал, сохранились в нем, не изведал, даже не коснулся того опьяняющего сладострастия, властное присутствие которого чувствовал в своей душе, и которые за отсутствием предмета оставалось подавленным и могло найти себе выход только во вздохах. Как могло случиться, что, имея душу от природы чувствительную, для которой жить значило любить, я не мог до тех пор найти себе друга, всецело мне преданного, настоящего друга, я, который чувствовал себя до такой степени созданным для дружбы? Как могло случиться, что, обладая столь пылкими чувствами и сердцем, исполненным любви, я хоть раз в жизни не зажегся ее пламенем к определенному предмету? Пожираемой потребностью любить, и не получив ни разу возможности удовлетворить ее в полной мере, я видел себя в преддверии старости и смерти, хотя еще не жил. Эти печальные, но трогательные размышления заставляли меня замыкаться в самом себе с сожалением нелишенном приятности. Мне оказалось, что судьба в долгу передо мной, в чем-то таком, чего она мне не дала. Зачем одарила она меня от рождения исключительными способностями, если они останутся до конца моей жизни без применения. Чувство своей внутренней ценности, порождая сознание этой несправедливости, до некоторой степени вознаграждало меня за нее. Я плакал, и мне было отрадно давать волю слезам. Я предавался этим размышлениям в самое лучшее время года, в июне месяце, в тени зеленых рощ, под пение соловья и журчание ручьев. Все наперерыв старалось снова погрузить меня в ту соблазнительную негу, для которой я был рожден, но от которой строгий и суровый образ жизни, вызванный долгим кипением чувств, должен был бы навсегда освободить меня. К несчастью, я вспомнил обед в Тунском замке и свою встречу с двумя очаровательными девушками в то время года и почти в такой же местности, в какой я был теперь. Это воспоминание, которому невинность придавала особую прелесть, вызвало другие, подобные ему. Вскоре я увидел в сборе вокруг себя всех, кто волновал меня в моей юности мадемуазель Галлей, мадемуазель де Графенрид, мадемуазель де Брейль, госпожу Базиль, госпожу Доларнаш, своих хорошеньких учениц, кончая обольстительной Джульетты, которую сердце мое не может забыть. Я увидел себя, окруженного целым, сералем Гурий, моими старинными знакомками. Горячее влечение к ним не было для меня новым чувством. И вот кровь моя бурлит, голова моя кружится, несмотря на уже сидеющие волосы, и степенный гражданин Женевы, суровый Жан-Жак, приближаясь к 45 годам, вдруг опять превращается в сумасбродного пастушка. Охватившее меня опьянение, внезапное и безумное, было, однако, столь длительным и столь сильным, что для того, чтобы мне излечиться от него, понадобился целый переворот, неожиданный и ужасный по тем бедствиям, в которые он меня вверг. Это опьянение, до какой бы степени оно не доходило, все же не одурманило меня настолько, чтобы я забыл свои лета и свое положение, чтобы я льстил себя надеждой еще внушить любовь к себе, чтобы я попытался наконец заронить в чье-нибудь сердце искру того пожирающего, но бесплодного огня, который я чувствовал с самого детства, сжигает мне сердце. Я нисколько не надеялся на это, даже не желал этого. Я знал, что время любви миновало, слишком хорошо понимал, как смешны старые волокиты. Я вовсе не хотел оказаться в их положении. И такой человек, как я, не мог бы стать самонадеянным и уверенным в себе на склоне дней, не обнаружив этих качеств в лучшую пору жизни. К тому же друг мира, я побоялся бы домашних бурь и слишком сердечно любил свою Терезу, чтобы доставлять ей огорчение, проявляя к другим более горячие чувства, чем те, какие она внушала мне. Как же поступил я в этом случае? Несомненно, мой читатель уже догадался об этом, если хоть немного следовал за мной до сих пор. Невозможность овладеть реальными существами толкнула меня в страну химер. Не видя в житейской действительности ничего, что было бы достойно моего бреда, я нашел ему пищу в идеальном мире, который мое богатое воображение скоро населило существами, отвечавшими потребности моего сердца, и никогда это средство не являлось более кстати и не было более плодотворным. В своих непрерывных восторгах я упивался бурными потоками самых восхитительных чувств, когда-либо наполнявших сердце человека. Совсем забывая о человеческом роде, я создал себе общество из существ совершенных, божественных, как своей добродетелью, так и красотой, друзей надежных, нежных, верных, каких никогда не находил здесь, на земле. Я так пристрастился витать в импереях среди прелестных творений моей фантазии, что отдавал ей без счета часы и дни и забывал обо всем на свете. Едва съедал я в торопях кусок, как уже горел нетерпением вырваться из дому и поскорее вернуться в свои милые рощи. Если в ту минуту, когда я спешил в очарованный мир, ко мне приезжали жалкие смертные, чтобы удержать меня на земле, я не мог ни скрыть, ни умереть досады и, больше не владея собой, оказывал им такой резкий прием, что его можно было бы назвать грубым. Все это только увеличивало мою репутацию мизантропа, хотя я заслужил бы совсем противоположное мнение о себе, если бы окружающие лучше читали в моем сердце. В разгар моей самой сильной экзальтации я вдруг уподобился бумажному змею, которого потянули за шнурок. Сама природа вернула меня с небес на землю при помощи довольно сильного приступа моего недуга. Я прибегнул к зонду, единственному средству, облегчавшему мои боли, и это положило конец моей ангельской любви. Помимо того, что нельзя быть влюбленным, когда испытываешь боль, мое воображение, воспламеняющееся среди природы под сенью деревьев, томится и угасает в комнате под балками потолка. Я часто жалел, что на свете нет дриад. Среди них я неминуемо нашел бы предмет своей привязанности. Другие домашние передряги усилили в это время мои огорчения. госпожа Левассер, хотя и была со мной любезна, восстанавливала против меня свою дочь как только могла. Я получил письма от своих прежних соседей, в которых сообщалось, что милая старушка сделала без моего ведома несколько долгов от имени Терезы, а та знала, но ничего не сказала мне об этом. Необходимость уплатить эти долги сердила меня гораздо меньше, чем тайна, которую из них делали. Как могла женщина, от которой у меня не было никаких секретов, что-то скрывать от меня? Разве можно что-нибудь утаивать от тех, кого любишь? Гольбаховская клика, видя, что я совсем не езжу в Париж, начала не на шутку опасаться, как бы мне не полюбилась деревня, и я не оказался бы до того сумасбродным, чтобы остаться там навсегда. И вот начались козни, при помощи которых пытались окольным путем вернуть меня в город. Дидро, не желая сразу показываться в подлинном своем виде, начал с того, что отдалил от меня Делэйра, которого я познакомил с ним. Делэйр воспринимал и передавал мне мнения, внушаемые ему Дидро, не понимая его настоящей цели. Казалось, все способствовало тому, чтобы вывести меня из моей сладкой и безрассудной мечтательности. Я еще не оправился от своего припадка, когда получил экземпляр поэмы о разрушении Лиссабона. Я подумал, что она была послана мне автором, а это обязывало меня написать ему и высказаться о его произведении. Я сделал это в письме. Много времени спустя оно было напечатано без моего согласия, о чем будет рассказано ниже. о разрушении Лиссабона поэма Вольтера, написанная в 1756 году по поводу землетрясения в столице Португалии Лиссабоне 1 ноября 1755 года, повлекшего за собой большое количество жертв. В этой поэме Вольтер выступает против идеи благости проведения. Руссо возражал своим письмом о проведении 1756 где доказывал, что источник царящего в мире зла в самом человеке, испорченном культурой и ложно относящимся к окружающему. Пораженный тем, что этот бедняга, так сказать, подавленный благополучием и славой, тем не менее горько вопиет о бедствиях человеческой жизни и твердит, что на земле все плохо, я задался безрассудной целью заставить его прийти в себя и доказать ему, что все на свете прекрасно. Вольтер, всегда делавший вид, будто верит в Бога, на самом деле верил только в дьявола, ибо его мнимый Бог, существо злокозненное, которое, по его представлению, находит наслаждение только в том, чтобы вредить людям. Бросающаяся в глаза нелепость этой доктрины особенно возмутительна, когда человек пользуется всевозможными жизненными благами, вкушает полное счастье, но стремится довести своих ближних до отчаяния, страшной и жестокой картиной всевозможных бедствий, от которых он сам избавлен. Имея больше его прав исчислять и взвешивать злополучие человеческой жизни, я добросовестно исследовал их и доказал ему, что ни заодно из этих несчастий нельзя винить провидение, и что источником их является не столько природа, сколько злоупотребление человека своими способностями. Я обращался к нему в этом письме со всем вниманием, учтивостью, осторожностью и, могу сказать, уважением, какие только возможно. Впрочем, зная исключительную чувствительность его самолюбия, я отправил это письмо не лично ему, а доктору Троншену, его домашнему врачу и другу, уполномочив его передать письмо или уничтожить в зависимости от того, что он найдет уместным. Троншен передал письмо. Вольтер ответил мне в немногих строках, что, будучи сам больным и имея на руках другого больного, откладывает на время свой ответ и не сказал ни слова по существу вопроса. Троншен, пересылая мне эти строки, присоединил к ним свою записку, где выказал мало уважения к их автору. Я никогда не опубликовывал и даже никому не показывал двух этих писем, потому что не люблю хвастать такого рода маленькими триумфами, но подлинники их целы и находятся в моем собрании связка А, номера 20 и 21. Позднее Вольтер опубликовал обещанный мне, но не присланный ответ. Это не что иное, как роман Кандид, о котором я ничего сказать не могу, потому что не читал его. Кандид, философский роман Вольтера, 1759, где в лице доктора Панглоса, провозглашающего тезис «Все к лучшему в этом лучшем из миров», осмеиваются последователи немецкого философа Лейбница, для которого этот тезис служил доказательством якобы существующей в мире предустановленной гармонии. Все эти события должны были бы окончательно отвлечь и излечить меня от моих фантастических любовных мечтаний, и, может быть, это было средство, посланное мне небом, чтобы предупредить их пагубные последствия. Но моя несчастная звезда оказалась сильней. И только я начал опять выходить, как мое сердце, голова и ноги направились по прежнему пути. Я хочу сказать прежнему в некоторых отношениях. Помыслы мои уже менее выспреннее остались на этот раз на земле, но предметами их я тщательно избирал только самое привлекательное во всем, что на ней существует, так что избранное было не менее химерично, чем воображаемый мир, покинутый мной. Я представил себе любовь, дружбу, эти два кумира моего сердца в самых восхитительных образах. я украсил их всеми очарованиями пола, всегда обожаемого мной. Я рисовал себе скорее двух подруг, чем двух друзей, потому что если подобный пример редок, тем более он привлекателен. Я одарил их характерами, подходящими друг к другу, но различными наружностью несовершенной, но в моем вкусе, одушевленной добротой и чувствительностью. Одну я сделал брюнеткой, другую блондинкой, одну живой, другую нежной, одну наделил благоразумием, другую легкомыслием, но легкомыслием таким трогательным, что, казалось, от него выигрывает сама добродетель. Я дал одной из них возлюбленного, для которого другая была нежным другом и даже чем-то больше. Но я не допускал ни соперничества, ни ссор, ни ревности, потому что всякое тягостное чувство дорого обходится моему воображению, и я не хотел омрачать эту радостную картину ничем унижающим природу. Влюбленный в эти два прелестных образа, я отождествил себя с возлюбленным и другом, насколько это было возможно, но я представил его молодым и привлекательным, наделив его, кроме того, достоинствами и недостатками, которые знал за собой. Чтобы поместить своих героев в подходящую обстановку, я перебрал одно за другим самые красивые места, которые видел в своих путешествиях. Но я не нашел рощи достаточно свежей, пейзажа достаточно трогательного, которые отвечали бы моим желаниям. Может быть, меня удовлетворили бы долины Фессалии, если б я видел их, но мое воображение, утомленное вымыслами, стремилось найти какой-нибудь действительно существующий уголок, чтобы он служил точкой опоры и сообщил бы видимость реальности тем обитателям, которых я хотел там поселить. Я долго думал о Буромейских островах, где меня приводили в восторг чудесные сады, но решил, что там для моих героев слишком много украшений и искусства. Фессалия — область Греции, славящаяся своей живописностью. Буромейские острова — живописная группа из четырех островов на озере Лаго-Маджоре. Однако мне необходимо было озеро, и я наконец остановился на том, вокруг которого мое сердце никогда не переставало блуждать. На берегу этого озера я выбрал место, к которому уже с давних пор влекли меня мои мечты о счастье, недарованном мне судьбой. Родина моей бедной маменьки все еще имела для меня особую привлекательность. Контрасты рельефа, богатство и разнообразие пейзажей, великолепие, величие целого, восхищающего чувства, волнующего сердца, возвышающего душу, заставили меня сделать окончательный выбор. И я поселил своих молодых воспитанниц в ВВ. Вот все, что я придумал поначалу. Остальное было прибавлено уже впоследствии. Я долго ограничивался таким неопределенным планом, потому что его было достаточно, чтобы наполнить мое воображение приятными предметами, а мое сердце чувствами, которые оно любит питать. Эти призраки, возвращаясь вновь и вновь, приобретали все большую четкость и, наконец, получили в моем мозгу определенную форму. Тогда-то мне пришла фантазия выразить некоторые из созданных мною положений на бумаге и, вспомнив все, что я пережил в юности, дать таким образом своего рода выход той потребности любви, которую я не мог удовлетворить, хотя она обуревала меня. Сперва я набросал на бумаге несколько разрозненных писем, без всякой связи и последовательности, а когда решил связать их, то часто бывал в большом затруднении. Как немаловероятно, тем не менее это правда. Первые две части были написаны почти целиком таким способом, без продуманного плана и даже без расчета на то, что у меня когда-нибудь возникнет соблазн сделать из этого законченное произведение. Потому-то обе эти части, составленные позже из материалов, не предназначавшихся для такой цели, полны словесных излишеств, от которых свободны последующие. В самом разгаре моих сладких грез меня посетила госпожа Дудето. В первый раз в своей жизни. Но, к несчастью, как будет видно ниже, не в последней. Графиня Дудето была дочь покойного Добельгарда, главного откупщика и сестра Допине, а также Делалива и Делабриша, которые оба потом были церемониемейстерами при дворе. Я говорил, что познакомился с ней, когда она была еще в девицах. После ее замужества я встречался с ней только на празднествах в Шевретте у госпожи Допине ее невестки. Часто проводя с ней по нескольку дней то в Шевретте, то в Допине, я не только всегда встречал с ее стороны очень любезные обращения, но мне даже казалось, что она относится ко мне с благосклонностью. Мы оба были хорошими ходоками, она любила гулять со мной, и беседа между нами не иссякала. Однако я никогда не бывал у нее в Париже, хотя она много раз звала меня и даже настаивала, чтобы я приехал. Ее близость с де Сен-Ламбером, с которым у меня начала завязываться дружба, сделала ее еще интересней в моих глазах, и как раз для того, чтобы сообщить невесте об этом друге, бывшем тогда, кажется, в Магоне, она посетила меня в Эрмитаже. Сен-Ламбер 1716-1800 второстепенный французский поэт, автор описательной поэмы «Времена года», был фактическим мужем госпожи Додето, с которым она осталась до конца его жизни, связана большим чувством. Магон — крепость на одном из Болеарских островов в Средиземном море, остров Минорка, в эпоху Руссо, принадлежавшей Франции, в настоящее время принадлежит Испанию. Этот визит был немного похож на начало романа. Она заблудилась в пути. Ее кучер, свернув с дороги на повороте, хотел проехать напрямик от мельницы в Клорво до Эрмитажа, но в топкой лощине карета увязла в грязи, госпожа Додето решила выйти из экипажа и дойти пешком. Ее легкие башмачки скоро промокли, она попала в болото. Ее слугам стоило большого труда вытащить ее оттуда. Наконец, она добралась до Эрмитажа в мужских сапогах, оглушая воздух громким смехом. При виде ее я тоже расхохотался. Ей необходимо было переодеться. Тереза позаботилась об этом, а я, отбросив этикет, пригласил ее отведать наших деревенских кушаней, которые очень ей понравились. Было поздно. Она оставалась недолго, но свидание было такое веселое, что пришлось ей по вкусу, и она, видимо, была не прочь повторить его. Однако осуществила она это намерение только через год, но, увы, это запоздание ни от чего меня не спасло. Никто не отгадает, чем я занимался осенью. Караулил фруктовый сад господина де Пене. В Эрмитаже был пруд, откуда была проведена вода для парка в Шевретте. Кроме того, там был фруктовый сад, окруженный стенами и приносивший господину де Пене больше плодов, чем его огород в Шевретте, хотя три четверти их разворовывались. Чтобы не быть совершенно бесполезным гостем, я взял на себя управление садом и надзор за садовником. Все шло хорошо, пока плоды были зеленые, но по мере их созревания я стал замечать, что они исчезают и не мог понять, куда они деваются. Садовник уверял меня, что их поедают сурки. Я объявил войну суркам, истребил их большое количество, но плоды продолжали исчезать по-прежнему. Так как я караулил усердно, то наконец обнаружил, что сам садовник и есть главный сурок. Он жил в Монморансе, приходил оттуда по ночам с женой и детьми, уносил собранные за день плоды и отправлял их для продажи на парижский рынок так открыто, будто у него свой собственный сад. Этот негодяй, которого я осыпал благодеяниями, детей которого Тереза одевала, а отца, занимавшегося нищенством, я почти содержал, преспокойно и нагло обкрадывал нас, пользуясь тем, что никто из нас троих не проявил достаточно бдительности, чтобы навести порядок. Он, например, сумел в одну ночь опустошить мой погреб, так что наутро я ничего не нашел. Пока он крал только мое добро, я терпел, но, взяв на себя ответственность за фруктовый сад, я вынужден был указать вора. Госпожа Допене просила меня дать ему расчет, прогнать его и подыскать другого, что я и сделал. Так как этот отъявленный мошенник каждую ночь бродил вокруг Эрмитажа, вооруженный толстый, окованный железом дубиной вроде палицы, в сопровождении других таких же бездельников, я, для успокоения моих домоправительниц, которые страшно его боялись, приказал его преемнику постоянно ночевать в Эрмитаже. Но и это их не успокоило. Тогда я велел попросить у госпожи Допене ружье, которое стал держать в комнате нового садовника, наказав этому человеку пустить ружье в ход только в случае крайней необходимости, при попытке взломать дверь или забраться в сад, и при том стрелять холостыми зарядами, только для того, чтобы напугать воров. Конечно, это было наименьшей предосторожностью, какую мог принять ради всеобщей безопасности человек больной, вынужденный провести зиму в лесу в обществе двух робких женщин. Кроме того, я приобрел собачку, чтобы она служила нам сторожем. В это время меня навестил Делэйр. Я рассказал ему о происшествии и посмеялся вместе с ним над своими военными приготовлениями. Вернувшись в Париж, он захотел в свою очередь позабавить всем этим Дидро. И вот каким образом Гольбахова Клика узнала, что я не на шутку решил провести зиму в Эрмитаже. Эта твердость, которой они не ожидали, сбила их с толку. И еще не придумав какой-нибудь новой выходки, чтобы сделать мне мое убежище неприятным, они через посредство Дидро отдалили от меня Де Лейра. Сперва он находил мои меры предосторожности вполне понятными, но в конце концов объявил их несовместимыми с моими принципами и более чем нелепыми. В настоящее время я дивлюсь своей глупости, помешавшей мне заметить, когда я писал эти строки, что досада, с которой гольбаховцы смотрели на мой отъезд в деревню и пребывание там, касалась главным образом старухи Левассер, потому что таким образом ее не было у них под рукой, и она не могла руководить ими в их клеветнических выдумках, снабжая их точными указаниями времени и места. Эта мысль, пришедшая мне на ум так поздно, отлично объясняет мне странность их поведения, которые при всяком другом предположении необъяснимы. Примечание Руссо В своих письмах он осыпал меня насмешками, достаточно язвительными, чтобы меня обидеть, если б я был расположен к этому. Но при исполненной тогда чувств ласковых и нежных и невосприимчивой к чему-либо другому, я не видел в этих ядовитых сарказмах ничего, кроме шутки, и находил их только забавными, тогда как всякий другой нашел бы их оскорбительными. В парижском тексте есть добавление. Таким образом, эти шутки обернулись против тех, кто их отпускал, и я провел свою зиму не менее спокойно. Бдительностью и заботливым присмотром мне удалось так хорошо уберечь сад, что, несмотря на очень плохой урожай фруктов в том году, сбор оказался втрое больше против предыдущих лет. Правда, я совсем не щадил себя, оберегая его, вплоть до того, что сам сопровождал вазы, отправляемые в шевретту и в опене, даже сам таскал корзины. И я вспоминаю, как однажды мы с Терезой тащили такую тяжелую корзину, что, изнемогая под этой ношей, были вынуждены отдыхать каждые десять шагов, а когда донесли, то обливались потом. Когда дождливая осень обрекла меня на затворничество, мне захотелось вернуться к своим домашним занятиям. Это оказалось невозможным. Всюду я видел перед собой только двух очаровательных подруг, их друга, их окружение, тот край, где они жили, и предметы, созданные или украшенные для них моим воображением. «Я ни минуты не принадлежал себе, бред не покидал меня. Несмотря на долгие, но тщетные усилия отогнать от себя эти мысли, они, в конце концов, совсем околдовали меня, и я стал уж думать только о том, чтобы внести в них некоторый порядок, последовательность и создать из этого нечто вроде романа». Речь идет о романе «Новая Элуиза», где в форме отношений главных героев Юлии и Сен-Пре Руссо дал идеализированные изображения своих отношений к госпоже Дудето и отчасти к госпоже Деваранс. Самым большим затруднением был для меня стыд за то, что я так определенно и открыто вступаю в противоречие с самим собою. После тех строгих принципов, которые я только что так шумно провозгласил, после всех суровых правил, которые так рьяно проповедовал, после стольких язвительных выпадов против расслабляющих, напоенных любовью и негой книг, можно ли было представить себе что-нибудь более неожиданное и возмутительное, чем то, что я сам своей собственной рукой вношу себя в списки авторов подобных книг, столь жестоко мною осужденных. Я осознавал свою непоследовательность во всей ее силе, упрекал себя в ней, краснел за нее, негодовал на себя, но всего этого было недостаточно, чтобы образумить меня. Окончательно покоренный, я вынужден был пойти на риск и решиться бросить вызов молве, оставляя за собой возможность позже обсудить вопрос, показывать кому-нибудь свою работу или нет. Тогда я еще не предполагал, что дойду до ее опубликования. Остановившись на этом решении, я с головой погружаюсь в свои грезы. И по мере того, как их обдумываю, нахожу наконец что-то вроде плана, выполнение которого теперь известно. Это было, конечно, лучшим исходом, к какому я мог прийти в своих безумствах. Любовь к добру, никогда не покидавшая моего сердца, дала им полезное применение, так что и нравственность могла бы извлечь из них выгоду. Созданные мной сладострастные картины потеряли бы всю свою прелесть, если бы в них отсутствовал нежный колорит невинности. Неустоявшая перед соблазном девушка вызывает жалость. Любовь может сделать ее интересной, и она часто ничего не теряет в привлекательности. Но кто может вынести без негодования зрелище современных нравов? И что может быть возмутительнее гордости неверной жены, открыто попирающей все свои обязанности, претендующей на благодарность мужа за то, что она оказывает ему милость, не давая себя застать на месте преступления? Совершенных существ нет в природе, и уроки их недоступны нам. Но если молодая женщина, наделенная от рождения сердцем столь же нежным, сколь честным, еще девушкой позволяет любви одержать над собой победу, а в супружестве находит в себе силы в свою очередь победить эту любовь и снова стать добродетельной, то кто бы не говорил вам, что вся эта картина в целом непристойна и малопоучительна, тот лгун и лицемер, не слушайте его. Кроме этой задачи изобразить нравую и супружескую честность, задача, коренным образом связанной со всем общественным устройством, я втайне поставил себе и другую, имеющую в виду общественный мир и согласие, быть может, более высокую, более значительную, во всяком случае, в переживаемое нами время. Буря, поднятая энциклопедией, не только не улеглась, но была тогда в самом разгаре. Руссо имеет в виду ожесточенную борьбу между группировавшимися вокруг энциклопедии философами-просветителями с одной стороны и силами реакции иезуиты, янсенисты, многие сановники с другой. Борьба эта привела к запрету первых двух томов энциклопедии в 1752 году и всего издания в 1759 году. Обе партии, устремившиеся друг на друга с величайшей яростью, больше походили на бешеных волков в ожесточении терзающих друг друга, чем на христиан и философов, желающих просветить, убедить и вернуть друг друга на путь истины. Той и другой партии недоставало, может быть, только деятельных и пользующихся доверием вождей, чтобы борьба между ними превратилась в гражданскую войну. И Бог знает, к чему привела бы религиозная гражданская война, в которой жесточайшая нетерпимость была в сущности с обеих сторон одинакова. Прирожденный враг всякого духа пристрастия, я откровенно высказывал тем и другим суровые истины, но они не слушали меня. Я прибег к другому средству, в своей простоте считая его превосходным. Я думал смягчить их взаимную ненависть, уничтожив их предрассудки, и попытаться показать каждой партии заслуги и добродетели другой, достойные общественного уважения и почета со стороны всех смертных. Эта не особенно благоразумная затея, предполагавшая в людях добросовестность, ввергла меня в ту самую ошибку, за которую я упрекал аббата Сен-Пьера и имела лишь тот успех, которого следовало ожидать. Партии объединились только для того, чтобы общими силами обрушиться на меня. Пока опыт не доказал мне моего безумия, я предавался ему, смею сказать, с усердием, достойным моих побуждений. Я рисовал характеры Вольмара и Юлии с восхищением, надеясь, что мне удастся представить их обоих привлекательными и даже более того, заставить любить одного из любви к другому. Вольмар и Юлия — герои романа «Новая Элоиза», сюжет которого состоит в том, что Юлия, любящая Сен-Пре, в силу ряда причин оказывается вынужденной выйти за Вольмара и сохраняет ему верность, подавив прежнее чувство к Сен-Пре. Вольмар знает о ее любви к Сен-Пре, но вполне доверяет ее чувству долга. Оба персонажа, по мысли Руссо, должны были служить образцом супружеской пары, чей брак основан на взаимном уважении и понимании. Довольный тем, что в общих чертах набросал свой план, я вернулся к созданным раньше подобным ситуациям и построил две первые части Юлии, законченные и переписанные мной набило в ту же зиму с невыразимым наслаждением. Причем я употреблял для этого самую прекрасную бумагу с золотым обрезом, голубой и серебряный песок для просушивания чернил, голубую ленточку для сшивания тетрадей, словом, не находил ничего достаточно изящным и милым для очаровательных девушек, по которым сходил с ума, как второй пигмалион. Пигмалион, древнегреческий скульптор, по преданию влюбившийся в созданную им самим статую Галатеи, которую богиня любви Афродита, внявши его мольбам, оживила, так что он мог жениться на ней. Каждый вечер, сидя у горящего камина, я читал и перечитывал эти две части моим домоправительницам. Дочь, не говоря ни слова, рыдала вместе со мной от умиления. Мать, не находя здесь никаких галантностей и ничего не понимая, оставалась безучастной и довольствовалась тем, что в минуты молчания твердила, это очень красиво, сударь. Госпожа де Пене, беспокоясь, что я живу зимой один среди лесов в уединенном доме, очень часто присылала справляться обо мне. Никогда еще не получал я от нее таких бесспорных доказательств дружбы ко мне, и никогда моя дружба к ней не отвечала на них с такой горячностью. С моей стороны было бы дурно не отметить в числе этих доказательств то, что она прислала мне свой портрет и просила указаний, как ей получить мой, написанный Латуром и выставлявшийся в салоне. Латур 1704-1788 французский портретист. Портрет, о котором идет речь в тексте, является одним из лучших воспроизведений облика Руссо. Салон помещение для выставки картины скульптур, а также самая выставка, организуемая ежегодно. Точно так же не должен я обойти молчанием другое проявление ее внимания. Оно покажется смешным, но добавляет еще одну черту к истории моего характера благодаря впечатлению, произведенному им на меня. Однажды в сильный мороз, открывая присланный ею пакет с несколькими покупками, которые она взялась для меня сделать, я нашел в нем короткую нижнюю юбку из английской фланели. Госпожа де Пене писала, что носила ее сама и хочет, чтобы я сделал себе из нее жилет. Записка была прелестна, полна ласки и наивности. Эта забота, более чем дружеская, показалась мне такой нежной, словно госпожа де Пене сняла с себя одежду, чтобы одеть меня, и я в волнении раз двадцать плача поцеловал записку и юбку. Тереза решила, что я помешался. Странно, что из всех знаков дружбы, выказываемых мне госпожой де Пене, ни один не трогал меня так, как этот. И даже после нашего разрыва я ни разу не вспомнил его безумиления. Я долго берег ее записочку, и она была бы у меня до сих пор, если бы ее не постигла участь других моих писем того времени. Хотя моя болезнь в ту зиму почти не давала мне передышки, и я часто прибегал к помощи зондов, в общем, однако, с самого моего приезда во Францию не было времени, которое я провел бы так отрадно и спокойно. В течение четырех или пяти месяцев, когда дурная погода ограждала меня от неожиданных посетителей, я упивался больше, чем когда-либо этой жизнью. Независимой, ровной и простой, которую я тем более ценил, чем более ею наслаждался, не имея иного общества, кроме двух моих домоправительниц в реальной действительности и двух кузин в воображении. С каждым днем я все больше и больше радовался, что имел благоразумие принять это решение, несмотря на вопли друзей, недовольных тем, что я освободился от их тирании. А когда я узнал о покушении сумасброда, когда Делейр и госпожа Депене сообщили мне в своих письмах о беспокойстве и волнении охвативших Париж, как я благодарил небо за то, что оно избавило меня от зрелища ужасов и преступлений, которые только питали бы и обостряли желчное расположение духа, вызванное во мне общественными тревогами, тогда как в своем уединении, видя вокруг только радостные и ласковые предметы, сердце мое предавалось одним приятным чувствам. 5 января 1757 года Робер Дамьен по профессии лакей совершил в Версале покушение на Людовика XV, нанеся ему легкую рану ножом. Свой поступок Дамьен объяснил желанием пробудить в короле сознание того ужасного положения, в которое он привел Францию своим деспотизмом. Дамьен был подвергнут жестоким пыткам и казнен четвертованием. Покушение это, хотя и совершенное одиночкой, тем не менее явилось одним из выражений нараставшего в стране возмущения абсолютистской монархии. Я с удовольствием отмечаю эти последние мирные минуты, посланные мне судьбою. Весна, последовавшая за этой спокойной зимой, ознаменовалась началом тех несчастий, которые мне остается описать, и в сплетении их уже не встретится подобного промежутка, когда бы я мог свободно вздохнуть. Впрочем, мне как будто припоминается, что и в течение этого мирного промежутка, даже в глуши моего уединения, гольбаховцы не совсем оставили меня в покое. Дидро затеял какие-то дрязги, и, если я не ошибаюсь, именно в эту зиму напечатан был его «Побочный сын», о котором мне скоро придется говорить. «Побочный сын» пьесы Дидро, 1771 год, принадлежащая к жанру так называемой буржуазной драмы, которая, в отличие от трагедии классицизма, ставила себе задачи изображать не придворных в обличии древнегреческих и римских героев, а представителей буржуазии в повседневном быту. По причинам, которые будут объяснены в дальнейшем, у меня осталось очень мало достоверных документов об этой эпохе моей жизни, а те, что сохранились, очень неточны в отношении дат. Дидро, например, никогда не ставил чисел на своих письмах. Госпожа Депине, госпожа Дудето помечали свои письма только днем недели, и Делеир большей частью поступал, как они. Когда я захотел расположить эти письма по порядку, пришлось ставить в углу даты, за которые я не могу ручаться. Поэтому я не имею возможности в точности установить начало этих ссор и предпочитаю рассказать ниже в одном месте все, что могу вспомнить о них. Возвращение весны усилило мой нежный бред, и среди моих любовных восторгов я сочинил для последних частей Юлии несколько писем, насыщенных тем упоением, в котором я их написал. Среди других могу указать на письма об Элизиуме и о катании на лодке по озеру. Если мне не изменяет память, они находятся в конце четвертой части. Речь идет о двух письмах героя новой Элоизы Сен-Пре к его другу Милорду Эдуарду, помещенных в конце четвертой части романа и принадлежащих к наиболее поэтическим местам этого произведения. «Всякий, кто читая эти два письма не почувствует, что сердце его смягчается и тает от того же умиления, которое мне их продиктовало, должен закрыть книгу. Он не создан для того, чтобы судить в вопросах чувства». Как раз в это время госпожа Дю-Ти-То неожиданно посетила меня второй раз. В отсутствии мужа капитана кавалерии и любовника, тоже служившего, она поселилась в Обоне, в долине Мон-Муранси, где сняла довольно красивый домик. Оттуда она и приехала вторично в Эрмитаж. Эту поездку она проделала верхом, в мужском костюме. Хоть я не люблю такого рода маскарадов, романтический характер этого пленил меня и вспыхнула любовь. Так как она была первой и единственной во всей моей жизни, ее последствия сделали ее навсегда для меня памятной и ужасной. Да будет мне позволено войти в некоторые подробности. Графиня Дудето было в ту пору около тридцати лет. И она не была красива. Лицо ее портили следы оспы. Цвет его был недостаточно нежен. Она была близорука. И глаза у нее были немного круглые. Но при всем этом она казалась очень молодой и лицо ее живое и милое дышало лаской. У нее был целый лес длинных черных волос, вьющихся от природы и падавших почти до колен. Фигура ее отличалась изяществом, а во всех ее движениях была какая-то угловатость и вместе с тем грация. У нее был бесхитростный и приятный ум, веселье, ветренность и наивность счастливо сочетались в нем. Речь ее порой искрилась очаровательными остротами, которых она не выискивала, они вырывались сами собой. Она обладала многими приятными талантами, играла на клавесине, хорошо танцевала, писала недурные стихи. Характер у нее был ангельский, душевная мягкость являлась его основой. Он соединял в себе все добродетели, за исключением осторожности и силы. А главное, имея дело с ней, на нее можно было так твердо полагаться, зная ее неизменную честность, что даже врагам ее не было надобности от нее прятаться. Под врагами я разумею людей, или, вернее, женщин, ненавидевших ее. Сама же она не умела ненавидеть, и я думаю, что эта общая нам обоим черта много способствовала зарождению моей страсти. В минуты самых дружеских бесед с нею я никогда не слыхал, чтобы она дурно отзывалась об отсутствующих, даже говоря о своей невестке. Она не умела ни утаить перед кем бы то ни было свою мысль, ни скрыть какое-нибудь чувство, и я убежден, что она говорила о своем возлюбленном даже с мужем, как говорила о нем со своими друзьями, знакомыми, положительно со всеми. Наконец, и это неопровержимо доказывает чистоту и искренность ее прекрасного нрава, хотя она была склонна к самому отчаянному легкомыслию, к самой смешной опрометчивости, и нередко у нее бывали выходки, очень опасные для нее самой, никогда она не делала ничего оскорбительного для кого бы то ни было. Ее выдали замуж очень рано и против воли за графа Дудето, человека с положением, хорошего офицера, но игрока, сутягу, человека нелюбезного, она никогда не любила его. Она нашла в господине Десен-Ламбери все достоинства своего мужа, но в сочетании с более приятными качествами, умом, добродетелями и талантами. Если что-нибудь заслуживает прощения в нравах нашего века, так это, конечно, привязанность очищенная продолжительностью, облагороженная своими проявлениями и проникнутая взаимным уважением. Она приезжала ко мне, как я предполагаю, отчасти по личному побуждению, но еще больше ради того, чтобы доставить удовольствие Десен-Ламберу. Он поощрял ее к этому и был прав, полагая, что дружба, зарождавшаяся между нами, сделает общение приятным для всех троих. Она знала, что мне известна их связь, и, имея возможность говорить со мной о нем без стеснения, естественно, находила удовольствие в моем обществе. Она приехала. Я увидел ее. Я был опьянен беспредметной любовью. Это опьянение ослепило меня. Предмет любви был найден в ней, и я увидел свою Юлию в госпоже Дудето и скоро уже ничего не видел, кроме госпожи Дудето, но облеченный всеми совершенствами, какими я в мечтах украшал кумир своего сердца. И на мою погибель Она завела речь о Сен-Ламбери, говоря о нем, как страстная любовница. Заразительная сила любви, слушая ее, чувствуя ее близость, я был охвачен восхитительным трепетом, какого никогда не испытывал возле другой. Она говорила, и я был растроган. Мне казалось, что я интересуюсь только ее чувствами, но я сам заражался ими. Я пил большими глотками из отравленной чаши, ощущая пока одну лишь ее сладость. Наконец, незаметно для меня и незаметно для нее самой, она внушила мне к себе все чувства, какие выражала по отношению к своему возлюбленному. Увы, слишком поздно, слишком мучительно было загораться страстью, столь же бурной сколь и несчастной к женщине, сердце которой было полно любви к другому. Несмотря на необычайные душевные движения, которые я испытывал возле нее, я не сразу заметил, что со мной произошло. Только после ее отъезда, когда я захотел обратить свои мысли к Юлии, я был поражен тем, что мог теперь думать только о госпоже Дудето. Тут глаза мои раскрылись, и я застонал от боли, поняв свое несчастье. Но я еще не предвидел его последствий. Я долго колебался, раздумывая, как мне вести себя с ней. Точно истинная любовь оставляет место рассудку и размышления. Я еще не принял никакого решения, как она приехала еще раз и захватила меня врасплох. На этот раз я уже знал, что со мною. Стыд, спутник зла, сделал меня безмолвным, дрожащим перед ней. Я не смел произнести ни слова, не смел поднять на нее глаза. Меня охватило невыразимое волнение, и она это не могла не заметить. Я решил не скрывать своего состояния, но предоставить ей самой угадать причину. Это значило сказать ей все достаточно ясно. Будь я молод и привлекателен, и окажись госпожа Дудето слаба, я осудил бы ее, но этого не было. Я могу лишь одобрять ее и восхищаться ею. Путь, избранный ею, был путем великодушия и благоразумия. Она не могла резко отдалиться от меня, не объяснив причины Сен-Ламберу, желавшему, чтобы она меня посещала. Это значило бы вызвать между двумя друзьями разрыв и, быть может, столкновение, которого она хотела избежать. у у нее ко мне было уважение и благожелательность. Она сжалилась над моим безумием, не поощряя его. Она желала и старалась излечить меня от него. Ей очень хотелось сохранить для своего возлюбленного и для самой себя друга, которого она высоко ценила. Ни о чем не говорила она с таким удовольствием, как о том интимном и милом обществе, которое мы могли бы составить втроем, когда я стану благоразумным. Она не всегда ограничивалась дружескими увещаниями и не скупилась при случае на более резкие упреки, вполне мной заслуженные. Сам я скупился на них еще меньше, оставшись один, я пришел в себя. От того, что высказался, я стал спокойней. Безответная любовь, известная той, которая внушила ее, переносится легче. Я с такой силой упрекал себя за свою любовь, что должен был бы излечиться, если б это было возможно. Какие веские основания призывал я себе на помощь, чтобы задушить ее? Мой образ жизни, мои чувства, мои принципы, стыд, измена, предательство, злоупотребление дружеским доверием, нелепость в моем возрасте пылать сумасбродной страстью к женщине, сердце которой уже занято, которое не сможет не ответить взаимностью, не оставить мне какую-нибудь надежду, к тому же страстью, не только не способной что-нибудь выиграть от постоянства, но становившееся с каждым днем все более мучительной. Кто поверит, что это последнее соображение, которое должно было прибавить веса всем остальным, как раз и помогло мне обойти их? Зачем мне упрекать себя за безумие, вредное только мне одному, думал я. Разве я молодой кавалер, опасный для госпожи Дудето? Судя по моим угрызениям совести, я воображаю, будто мои изящные манеры, наружность, мой наряд могут обольстить ее. Эх, бедный Жан-Жак, люби сколько вздумается со спокойной совестью и не бойся, что твои вздохи повредят Сен-Ламберу. Уже известно, что я никогда не был самонадеян, даже в молодости. Такой образ мыслей соответствовал моему умственному складу, льстил моей страсть. Этого было достаточно, чтобы я отдался ей безраздельно, и даже стал смеяться над неуместными угрызениями совести, вызванными, как казалось мне, скорее тщеславием, нежели благоразумием. Поучительный пример для честных душ. Порог никогда не нападает открыто, а находит способ захватить врасплох, всегда прикрываясь каким-нибудь софизмом и нередко какой-нибудь добродетелью. Виновный без угрызений совести, я скоро стал виновным без меры. И пусть взглянут Бога ради на то, как страсть моя следовала моей натуре, чтобы в конце концов увлечь меня в пропасть. Сначала она приняла вид смиренной, чтобы успокоить меня, а для того, чтобы сделать предприимчивым, довела это смирение до подозрительности. Госпожа Дудетон, не переставая напоминать мне о моем долге, о благоразумии, ни на одну минуту, не поощряя моего безумия, относилась ко мне в остальном с величайшей добротой и взяла в обращении со мной тон самой нежной дружбы. Дружбы было бы для меня довольна, утверждаю это, если б я считал ее искренней. Но, находя ее слишком пылкой, чтобы быть подлинной, я почему-то вбил себе в голову, что любовь, так мало подходящая к моему возрасту, моему поведению, унизила меня в глазах госпожи Дудето, что молодая ветреница хочет только посмеяться надо мной и над моими запоздалыми нежностями, что она поверила мою тайну Сен-Ламберу, что он, негодуя на мое вероломство, принял участие в ее замыслах и оба действуют в согласии, чтобы вскружить мне голову и высмеять меня. Такой вздор, заставивший меня сумасбродствовать в 26 лет, когда я встретился с госпожой Деларнаш, который совсем не знал, был бы мне, пожалуй, простителен и в 45 лет в отношениях с госпожой Дудето, если бы мне не было известно, что она и ее любовник слишком порядочные люди, чтобы позволить себе столь жестокую забаву. Госпожа Дудето продолжала посещать меня, и я немедленно отдавал ей визиты. Она любила гулять, как и я. Мы совершали продолжительные прогулки в очаровательной местности. Счастливой своей любовью и возможностью говорить о ней, я был бы в самом сладостном положении, если бы мое сумасбродство не нарушало всей его прелести. Она сначала совершенно не понимала моего глупого отношения к ее ласкам, но сердце мое никогда не умеет скрывать того, что в нем происходит, и она недолго оставалась в неведении относительно моих подозрений. Она попыталась обратить это в шутку, но уловка не удалась. Припадки бешенства были ее следствием, и она переменила тон. Ее сострадательная нежность была неодолима. Она делала мне упреки, проникавшие мне в душу. Она проявила по поводу моих несправедливых опасений беспокойство, которым я злоупотребил, потребовав доказательств, что она не смеется надо мной. Она поняла, что не было иного средства успокоить меня. Я сделался настойчивым, положение было щекотливое. Удивительно, беспримерно быть может, что женщина, уже вынужденная идти на уступки, так дешево отделалась. Она не отказала мне ни в чем, на что могла пойти самая нежная дружба. Она не уступила мне ничего, что могло бы сделать ее неверной. И я испытал унижение, убедившись, что пламя, разгоравшееся во мне от малейшего проявления ее благосклонности, не зажигало в ней ни одной искры. Я где-то сказал, что чувственности не надо уступать ничего, если хочешь отказать ей в чем-нибудь. Смотрите новое Элоиза, часть третья, письмо восемнадцатое, Юлии Ксен-Пре. Чтобы понять, до какой степени это правило оказалось неверным по отношению к госпоже Дудето, и насколько она была права, полагаясь на самое себя, нужно было бы вникнуть в подробности наших долгих и частых бесед с глазу на глаз и проследить их во всей их пылкости за четыре месяца, проведенные нами вместе, в близости почти беспримерной для двух друзей разного пола, придерживающихся известных границ, которых мы ни разу не приступили. О, как поздно узнал я настоящую любовь, и как дорого заплатили мои чувства и мое сердце за утраченное время. И каковы же должны быть восторги, испытываемые подле любимого существа, которое нас любит, если даже неразделенная любовь приносит блаженство. Но я не прав, говоря, неразделенная любовь. Моя любовь в известном смысле разделялась. Она была одинакова с обеих сторон, хотя и невзаимна. Мы оба были опьянены любовью. Она к своему возлюбленному, а я к ней. Наши вздохи, наши восхитительные слезы сливались. Нежные поверенные друг друга, наши чувства были в таком соответствии, что им было бы невозможно в чем-нибудь не смешаться. И тем не менее, среди этого опасного опьянения она ни разу не забылась ни на минуту. А я утверждаю, клянусь, что если увлеченный своим чувством иногда и пытался поколебать ее верность, то никогда по-настоящему этого не желал. Самая сила моей страсти сдерживала мои порывы. Необходимость жертвы возвышала мою душу. Ореол всех добродетелей украшал в моих глазах кумир моего сердца. Осквернить ее божественный облик значило уничтожить его. Я мог бы совершить преступление. Сто раз оно было совершено в моем сердце. Но осквернить мою Софи... Да разве это возможно? Нет, нет, я сто раз говорил ей самой, что если б я был властен утолить свое желание, если б по собственной своей воле она подчинилась мне, то за исключением нескольких кратких минут забытия, я отказался бы быть счастливым такой ценой. Я слишком любил ее, чтобы желать обладания. От Эрмитажа до Убона около мили. Во время моих частых поездок мне случалось ночевать там. Однажды вечером после ужина мы вдвоем пошли в сад прогуляться при чудесном лунном свете. За садом рос довольно большой лесок, и мы прошли по нему красивой купе деревьев, украшенной водопадом, мысль о котором подал я, а она велела ее осуществить. Бессмертное воспоминание невинности и наслаждения. В этой роще, сидя с ней, на дерновой скамье, под цветущей акацией, я нашел, чтобы выразить движение своего сердца, поистине достойный их язык. Это было в первый и единственный раз в моей жизни. Но я был велик, если можно назвать великим все то, что любовь, самая нежная и самая пламенная, может вызвать милого и пленительного в сердце мужчины. Сколько упоительных слез пролил я, припав к ее коленям. Сколько слез заставил ее пролить против ее воли. Наконец, в невольном восторге она воскликнула «Нет, ни один человек не был так достоин любви, и ни один влюбленный не любил так, как вы. Но ваш друг Сен-Ламбер слушает вас, и мое сердце не может любить дважды». Я умолк, вздыхая. Я поцеловал ее. Что за поцелуй, но и только. Уже шесть месяцев она жила одна, то есть вдали от любовника и от мужа. Три месяца я видел ее почти ежедневно. И любовь всегда была третьей между нами. Мы только что ужинали вдвоем. Мы были одни в роще, при лунном свете, и после двухчасовой беседы самой пылкой и самой нежной она вышла ночью из этой рощи и из объятий своего друга такой же нетронутой, такой же чистой телом и душой, какой пришла. Читатель, взвесьте все эти обстоятельства. Я больше ничего не прибавлю. И пусть не воображают, что и тут моя чувственность оставалась в покое, как возле Терезы или маменьки. Я уже сказал, что на сей раз это была любовь, любовь во всей своей силе и во всем своем исступлении. Я не буду описывать ни волнения, ни содрогания, ни трепета, ни судорожных порывов, ни замираний сердца, постоянно тогда испытываемых мной. Об этом можно судить уже по тому впечатлению, которое производил на меня один лишь ее образ. Я уже сказал, что от Эрмитажа до Бона было довольно далеко. Я ходил туда через очаровательные холмы Андиии. Я шел, мечтая о той, которую сейчас увижу, о ее ласковой встрече, об ожидавшем меня поцелуя. Один этот поцелуй, этот роковой поцелуй, еще прежде, чем она дарила мне его, воспламенял мою кровь до такой степени, что у меня мутилось в голове, темнело в глазах, мои дрожащие колени отказывались поддерживать меня. Я бывал вынужден остановиться, сесть. Весь мой организм приходил в неописуемое расстройство, я был близок к обмороку. Сознавая опасность, я старался, уходя из дому, развлечься и думать о другом. Но не успевал я пройти двадцати шагов, как воспоминания и порождаемые ими явления возвращались, чтобы накинуться на меня, не давая мне возможности освободиться, и, как я ни старался, мне, кажется, ни разу не удалось проделать в одиночестве этот путь безнаказанно. Я приходил в Абон слабый, изнуренный, в изнеможении, едва держась на ногах. Но стоило мне увидеть ее, и все опять было хорошо. Я чувствовал возле нее только бремя неисчерпаемой, но всегда бесполезной силы. На моем пути, недалеко от Абона, был живописный горный уступ под названием Олимп, куда мы иногда ходили каждый со своей стороны. Я являлся первой, мне всегда приходилось ждать ее. И как дорого стоило мне это ожидание. Чтобы развлечься, я пробовал писать ей записки, и то, что я писал в них карандашом, я мог бы начертать своей собственной кровью. Я никогда не мог дописать до конца ни одной так, чтобы ее можно было прочесть. Когда госпожа Дудето находила одну из этих записок в нише, нашем условленном тайнике, она могла только убедиться, в каком поистине отчаянном состоянии я писал ей. Это состояние и особенно его длительность, три месяца непрерывного возбуждения и сдержанности, довели меня до такого изнурения, что я не мог оправиться от него в течение нескольких лет. И в конечном счете оно было причиной грыжи, которую я унесу или которая сама унесет меня в могилу. Такова история единственного любовного наслаждения человека с темпераментом, быть может самым пламенным, но в то же время самым робким, какой только создавала природа. Таковы были последние счастливые дни, отсчитанные мне на земле. С этого времени моя жизнь почти непрерывная цепь несчастья. Из всей моей жизни видно, что мое сердце, прозрачное как хрусталь, ни на минуту не могло скрыть сколько-нибудь сильного чувства овладевшего им. Пусть же решают, мог ли я долго таить свою любовь к госпоже Дудето. Наша близость бросалась всем в глаза, мы не делали из нее никакого секрета, она была не такова, чтобы нуждаться в этом. Госпожа Дудето питала ко мне самую нежную дружбу и нисколько не упрекала себя за это. Я относился к ней с величайшим уважением, лучше всех зная, как она достойна этого, и нам казалось, что мы в безопасности от пересудов. Но так как она была откровенно, рассеянно, ветрена, а я правдив, неловок, горд, нетерпелив, вспыльчив, мы больше подавали повода к толкам, чем если бы действительно были виновны. Мы оба бывали в Шевретте, часто встречались там, иногда заранее условившись о встрече. Там мы проводили время как обычно, гуляли каждый день вдвоем, беседовали о любви того и другого, о своем долге, о нашем друге, о своих невинных замыслах, и мы всегда прогуливались в парке против апартаментов госпожи де Пене под ее окнами, откуда она непрестанно наблюдала за нами, думая, что мы бросаем ей вызов, и глаза ее насыщали ей сердце яростью и негодованием. Все женщины владеют искусством скрывать свой гнев, особенно когда он силен. Госпожа де Пене, вспыльчивая, но рассудительная, обладала этим искусством в высшей степени. Она притворилась, будто ничего не замечает, ничего не подозревает, она удвоила ко мне внимание, заботливость, чуть не кокетство, однако с невесткой обращалась подчеркнуто неучтиво, выказывала презрение к ней и, казалось, хотела приобщить к этому и меня. Легко понять, что это ей не удалось. Но для меня это было пыткой, разрываемой противоречивыми чувствами, я в одно и то же время был тронут ее вниманием и с трудом сдерживал свой гнев, видя, как она неуважительно относится к госпоже Дудето. Ангельская доброта последней заставляла ее переносить все, не жалуясь и даже не сердясь. К тому же она часто бывала так рассеянна и всегда так мало чувствительна к подобным вещам, что в большинстве случаев ничего не замечала. Я был поглощен своей страстью, не видел ничего, кроме Софи, это было одно из имен госпожи Дудето, и даже не заметил того, что стал посмешищем всего дома и гостей. В числе их оказался барон Гольбах, насколько мне известно, до тех пор никогда не бывавший в Шевретте. Будь я тогда таким же недоверчивым, каким стал впоследствии, у меня явилось бы сильное подозрение, что госпожа де Пене нарочно пригласила его, чтобы доставить ему забавное зрелище влюбленного гражданина. Но тогда я был так глуп, что не видел того, что всем бросалось в глаза. Однако вся моя глупость не помешала мне заметить, что у барона более довольный, более веселый вид, чем обычно. Вместо того, чтобы угрюмо смотреть на меня по своему обыкновению, он бросал мне насмешливые намеки, которых я совсем не понимал. Я широко раскрывал глаза, ничего не отвечая. Госпожа де Пене хваталась за бока от хохота. Я не мог взять в толк, какая муха их укусила. Так как пока не было ничего переходящего границы шутки, самое лучшее, что я мог сделать, если б что-нибудь заметил, это отвечать в том же духе. Но надо сказать, что сквозь насмешливое веселье барона в глазах его просвечивало злорадство, которое, может быть, встревожило бы меня, если бы в то время я заметил это так же ясно, как вспомнил впоследствии. Однажды, навестив госпожу Дедето в Абоне после одной из ее поездок в Париж, я нашел ее печальной и заметил, что она плакала. Я принужден был сдержать себя, так как тут была госпожа де Бленвиль, сестра ее мужа. Но как только я улучил минуту, я выразил ей свое беспокойство. Ах, сказала она, вздыхая, я очень боюсь, как бы ваше безумие не стоило мне покоя всей моей жизни. Сен-Ламбер осведомлен и в дурную сторону. Он не обвиняет меня, но недоволенный, что еще хуже отчасти скрывает это от меня. К счастью, я ничего не утаила от него в моих отношениях с вами, завязавшихся при его поддержке. Мои письма были полны вами, как мое сердце. Я скрыла от него только вашу безрассудную любовь, от которой надеялась вас исцелить, но я вижу, что он хоть и не упоминает о ней, все же ставит мне ее в вину. На нас донесли, меня оклеветали, но не в этом дело. Или порвем совсем, или будьте таким, каким вы должны быть. Я больше не хочу ничего скрывать от своего возлюбленного. Тут я в первый раз почувствовал стыд, унизительное сознание своей вины перед молодой женщиной, чьи справедливые упреки выслушал и чьим руководителем должен был быть. Этого возмущения самим собой быть может было бы достаточно, чтобы преодолеть мою слабость, но нежное сострадание к жертве моего безрассудства снова размягчило мое сердце. Увы, могло ли оно в эту минуту стать твердым, когда оно было переполнено заливавшими его слезами? Однако умиление вскоре перешло в гнев против гнусных доносчиков, видевших только дурное в чувстве преступном, но невольном и не замечавших, даже не представлявших себе искренней честности сердца искупавшего его. Недолго оставались мы в неведении относительно того, чьей рукой был нанесен удар. Мы оба знали, что госпожа де Пене в переписке с Эн-Ламбером. Это была не первая буря, поднятая ею против госпожи Дудето. Она делала тысячи попыток оторвать его от возлюбленной, причем иные из них были так успешны, что заставляли дрожать и страшиться последствий. Кроме того, грим, кажется, сопровождавший де Кастри в армию, был в Вестфалии, как и Сен-Ламбер. Кастри маршал Франции при Людовике XV. В тексте речь идет о военных действиях между Францией и Пруссией во время Семилетней войны 1756-1763. Они виделись иногда. Грим несколько раз пытался добиться благосклонности госпожи Дудето, но безуспешно. Очень обиженный, он совсем перестал встречаться с ней. Можно представить себе, с каким хладнокровием он при своей пресловутой скромности отнесся к тому, что она, по-видимому, оказывает предпочтение человеку значительно старше его и о ком он, Грим, с тех пор, как стал вхож к великим миры сего, всегда говорил покровительственным тоном. Мои подозрения относительно госпожи Де Пене превратились в уверенность, когда я узнал о том, что произошло у меня дома. Когда я бывал в Шевретте, Тереза часто приходила туда либо для передачи мне писем, либо для ухода за мной, необходимого при моих немощах. Госпожа Де Пене спросила ее, не переписываюсь ли я с госпожой Дудето. Тереза призналась в этом, и госпожа Де Пене стала уговаривать ее передавать ей для прочтения письма госпожи Дудето, уверяя, что сумеет запечатывать их так ловко, что ничего не будет заметно. Тереза даже вида не подала, что это предложение возмущает ее, и ничего не сказала мне, а только стало лучше прятать письма, которые мне приносила. Очень уместная предосторожность, потому что госпожа Де Пене приказала следить за ее приходом, и, ожидая ее на пути, несколько раз доходила в своей дерзости до того, что сама шарила у нее за корсажем. Больше того, однажды напросившись вместе с господином де Маржан-Си на обед в Эрмитаж, в первый раз, с тех пор, как я там поселился, она воспользовалась временем, когда я гулял с Маржан-Си, вошла в мой кабинет вместе с госпожой Левассер и дочерью и стала настаивать, чтобы она показала ей письма госпожи Дудето. Если бы мать знала, где я прячу эти письма, они были бы выданы. К счастью, только дочь знала об этом и заявила, что я ни одного не сохранил. Ложь, разумеется, но полная честность и преданность и великодушие, тогда как правда была бы ничем иным, как предательство. Госпожа Депене, видя, что уговорить Терезу ей не удастся, попробовала возбудить в ней ревность, упрекая ее за снисходительность и ослепление. Как можете вы не видеть, что между ними преступная связь, сказала она ей. Если, несмотря на все, что бросается вам в глаза, вы нуждаетесь еще в доказательствах, постарайтесь получить их, вы говорите, что он уничтожает письма госпожи Дудето, как только прочтет их. Ну, так собирайте аккуратно клочки и давайте их мне, я берусь складывать их. Вот какие наставления давал мой друг близкой мне женщине. У Терезы хватило так-то довольно долго молчать обо всех этих происках, но, видя мое замешательство, она сочла себя обязанной все мне сказать, для того, чтобы я знал, с кем имею дело, и принял меры, ограждая себя от готовившихся против меня козней. Мое негодование, моя ярость не поддаются описанию. Вместо того, чтобы скрыть свою осведомленность от госпожи до пене и по ее примеру прибегнуть к хитрости, я дал волю своему порывистому нраву и с обычной своей опрометчивостью открыто разразился гневом. Можно судить о моей неосторожности по следующим письмам, достаточно показывающим образ действий обеих сторон. Записка госпожи до пене связка А номер 44. Что это вас не видно, дорогой друг? Я беспокоюсь о вас, ведь вы обещали мне как можно чаще приходить сюда из Эрмитажа. Я на это полагалась, а между тем вы не были уже целую неделю. Если б мне не сказали, что вы в добром здравии, я подумала бы, что вы хвораете. Ждала вас третьего дня и вчера, а вы так и не появились. Боже мой, что же у вас нет никаких дел и огорчений, иначе, лещу себя этой надеждой, вы тотчас же пришли бы поделиться ими со мной. Значит, вы больны. Успокойте меня поскорее, прошу вас, прощайте, дорогой друг, и пусть это прощайте принесет мне от вас добрый день. Ответ Среда утром. Я еще ничего не могу сказать вам. Жду, когда буду лучше осведомлен, и это случится рано или поздно, пока будьте уверены, что обвиненная невинность найдет пламенного защитника, и клеветники раскаются, кто бы они ни были. Вторая записка от той же связка номер 45. «Зна знаете, ваше письмо пугает меня. Что вы хотите им сказать? Я перечитала его раз тридцать. Право, ничего не понимаю. Вижу только, что вы встревожены, обеспокоены, и ждете, когда это пройдет, чтобы рассказать мне все. Мой дорогой друг, разве такой у нас был уговор? Что же сталось с нашей дружбой, с нашим доверием? И как я потеряла их? На меня или за меня сердитесь вы? Как бы там ни было, приходите сегодня же вечером, умоляю вас. Вспомните, что еще недели не прошло, как вы обещали мне ничего не таить в сердце, и сейчас же говорить мне все. Мой дорогой друг, я живу этим доверием. Только что еще раз перечитала ваше письмо. Понимаю, в нем не больше прежнего, но оно приводит меня в трепет. Мне кажется, вы страшно взволнованы. Я хотела бы успокоить вас, но, не ведая причин вашего волнения, не знаю, что вам сказать, кроме того, что я буду так же несчастна, как вы, пока не увижу вас. Если вы не придете сегодня вечером в шесть часов, я отправлюсь завтра в Эрмитаж, какова бы не была погода, и как бы я себя не чувствовала, потому что не могу больше выносить такого беспокойства. Прощайте, мой дорогой добрый друг. На всякий случай, решаюсь вам сказать, не знаю, нужно это вам или нет, чтобы вы поберегли себя и постарались не давать тревоге разрастаться в одиночестве. Муха превращается в чудовище. Я часто это испытывала. Ответ среда вечером. Не могу ни навестить вас, ни принять вас у себя, пока длится моя тревога. Доверия, о котором вы пишете, уже нет, и вам будет нелегко восстановить его. Я теперь вижу в вашей настойчивости только желание извлечь из признаний другого какую-нибудь выгоду, которая соответствовала бы вашим намерениям. И сердце мое, всегда готовое излиться в сердце, раскрывшееся для него, замкнулось перед хитростью и лукавством. Узнаю обычную вашу ловкость в том, что вы находите мою записку непонятной. Неужели вы считаете меня таким простаком, чтобы я мог поверить, что вы ее не поняли? Нет, но я сумею победить ваши уловки чистосердечием. Объясняюсь ясней, чтобы вы меня поняли еще меньше. Двое возлюбленных, тесно друг с другом связанные и достойные взаимной любви, дороги мне. Я, конечно, уверен, что вы не поймете, о ком я говорю, если я не назову их вам. Я предполагаю, что делались попытки их разъединить и мной воспользовались, чтобы вызвать ревность в одном из них. Выбор не очень ловок, но он показался удачном злобе. И в этой злобе я подозреваю вас. Надеюсь, что дело становится ясней. Итак, та женщина, которую я больше всего уважаю, якобы совершила с моего ведома гнусность, разделила свое сердце и самое себя между двумя любовниками, а я, оказывается, был одним из этих подлецов. Если б я знал, что вы хоть одну минуту могли думать так о ней и обо мне, я возненавидел бы вас до самой смерти. Но я обвиняю вас не в том, что вы это думали, а в том, что вы это сказали. Не понимаю только, кому из троих хотели вы в этом случае повредить, но если вы дорожите покоем, страшитесь несчастья, которое принесла бы удача вашего замысла. Я не скрывал ни от вас, ни от нее, как много дурного я вижу в известного рода связях. Но я хочу, чтобы они кончались способом столь же благородным, как и их источник, и чтобы незаконная любовь превратилась в вечную дружбу. Неужели я, никогда никому не сделавший зла, потерплю, чтобы его причинили моим друзьям? Нет, я никогда бы вам этого не простил. Я стал бы вашим непримиримым врагом, только ваши тайны я бы пощадил, так как никогда не буду человеком бесчестным. Полагаю, что мое недоумение продлится не очень долго. Я не замедлю узнать, ошибся ли я. Тогда мне придется, быть может, загладить большую вину, и ничего в жизни я не сделаю с таким легким сердцем. Но знаете ли вы, как искуплю я свои ошибки в течение недолгого времени, которые мне еще осталось провести возле вас? Я сделаю то, чего не сделает никто, кроме меня, откровенно скажу вам все, что о вас думают в свете, и какие изъяны в своей репутации вам нужно устранить. Несмотря на мнимых друзей вас окружающих, после моего отъезда можете проститься с правдой. Вы уж не найдете никого, кто бы сказал ее вам. Третья записка от той же связка А номер 46. Я не поняла вашего утреннего письма. Я сказала вам это, потому что это правда. Сегодняшнее вечернее понимаю. Не опасайтесь, чтобы я стала когда-нибудь отвечать на него. Я постараюсь поскорее забыть его. Мне вас жаль, но я не могу отделаться от горечи, которым оно наполняет мою душу. Как? Я прибегала к хитрости и лукавству с вами. Вы обвиняете меня в самой последней низости? Прощайте. Я жалею, что вы имеете. Прощайте, я сама не знаю, что говорю. Прощайте, постараюсь как можно скорее простить вас. Приходите, когда пожелаете. Вы будете приняты лучше, чем заслужили своими подозрениями. Только избавьте себя от забот о моей репутации. Какое мне дело до того, что обо мне говорят? Мое поведение хорошо, и мне этого довольно. Между прочим, я совсем не знаю, что произошло с двумя лицами, столь же дорогими мне, как и вам. Последнее письмо вывело меня из страшного затруднения, но повергло в другое ничуть не меньшее. Хотя обмен этими письмами происходил в течение одного дня с чрезвычайной быстротой, однако этого промежутка было достаточно, чтобы мои приступы ярости поутихли, и я осознал всю чудовищную неосторожность своих действий. госпожа Дудето больше всего настаивала на том, чтобы я сидел смирно, предоставив ей одной найти выход из создавшегося положения и устранить, особенно в данную минуту, возможность разрыва и огласки. Я же самыми открытыми и самыми ужасными оскорблениями довел дело до того, что вызвал бешеную злобу в сердце женщины и без того слишком склонной к ненависти. Я, понятно, должен был ожидать от нее лишь такого гордого, высокомерного и презрительного ответа, после которого мне оставалось только покинуть ее дом, если я не хотел признать себя человеком недостойным. К счастью, еще более ловкая, чем я был вспыльчив, она характером своего ответа избавила меня от такой крайности. Но нужно было или уезжать, или немедленно идти к ней. Иного выбора не было. Я решился на последнее, очень затрудняясь, как держать себя при неизбежном объяснении, как мне уладить дело, не компрометируя ни госпожи Дудето, ни Терезы. Горя той, которую я назвал бы. Жестокая и опытная интриганка вечно преследовала бы ее беспощадной местью. С целью предупредить это несчастье, я нарочно в своих письмах говорил лишь о подозрениях, чтобы не быть вынужденным приводить доказательства. Правда, это делало мою несдержанность еще более непростительной, поскольку одни только подозрения не давали мне права обращаться с женщиной и особенно с другом, так как я обращался с госпожой Депене. Но здесь-то и возникла великая и благородная обязанность, достойно мною выполненная, обязанность искупить свои тайные ошибки и слабости, приняв на себя ответственность за более серьезные поступки, хотя я не был на них способен и никогда их не совершал. Мне не пришлось отражать нападение, которого я опасался, я отделался страхом. При моем появлении госпожа Депене, вся в слезах, кинулась мне на шею. Такой неожиданный прием, да еще со стороны старого друга, чрезвычайно меня растрогал, и я тоже расплакался. Я сказал ей несколько слов, не имевших особенного смысла, она тоже сказала несколько слов, в которых его было еще меньше, и все этим кончилось. Подали ужин, мы пошли к столу, я решил, что объяснение отсрочено, но обязательно произойдет после ужина, а потому вид у меня был жалкий, я бываю так подавлен малейшей тревогой, что не могу скрыть ее от самых непроницательных взглядов. Мое смущение должно было придать ей смелости, однако она не хотела действовать на удачу, и после ужина объяснений было не больше, чем до него. Их не было и на следующий день. Мы провели его с глазу на глаз, но говорили мало и только о предметах безразличных. Лишь иногда я учтивыми фразами старался показать, что, хотя еще ничего не могу сообщить относительно своих подозрений, но уверяю ее с полной правдивостью, что, если они окажутся необоснованными, вся моя жизнь будет посвящена тому, чтобы загладить такую несправедливость. Она не проявила ни малейшего желания точно узнать, каковы эти подозрения, почему они у меня возникли, и все наше примирение свелось к объятию при первой встрече. Так как обиженной была только она, по крайней мере по форме, я подумал, что не мне искать разъяснений, если она не ищет их, и я ушел, как пришел. В дальнейшем мы поддерживали прежние отношения. Я скоро почти совсем забыл об этой ссоре и по глупости решил, что она тоже забыла о ней, ибо она ничем не показывала, что помнит ее. Как будет видно дальше, это огорчение, навлеченное на меня моей слабостью было не единственным. У меня были и другие, не менее чувствительные, в которых я совсем не был виновен, и единственной причиной их было желание вырвать меня из моего уединения, не давая мне там покоя. Вернее, вырвать из него старуху, в которой они нуждались для устройства заговора. Удивительно, как за все время этой длительной бури моя глупая доверчивость мешала мне понять, что именно ее, а не меня, хотят снова видеть в Париже. Примечание Руссо. Такого рода попытки исходили от Дидро и Гольбаховцев. Со времени моего поселения в Эрмитаже Дидро не переставал изводить меня то сам, то через Делейра. Скоро я увидел по насмешкам Делейра над моими прогулками в рощах, с каким удовольствием они перередили отшельника во влюбленного пастушка. Но в моих схватках с Дидро речь шла не об этом. Они имели более важные причины. После опубликования побочного сына он прислал мне экземпляр этой книги и я прочел ее с тем интересом и вниманием, с каким относишься к произведениям друга. Читая нечто вроде поэтики в форме диалога, приложенной к пьесе, я был удивлен и даже немного опечален, увидев среди многих неучтивых, но сдержанных выпадов против отшельников следующее суровое и резкое суждение, произнесенное без всяких оговорок. Только злой любит уединение. Это суждение неясно и, мне кажется, может быть понято в двух смыслах. Один из них очень верный, другой очень ложный. ведь невозможно, чтобы человек, любящий одиночество и желающий быть одиноким, мог и желал бы кому-нибудь вредить, а, следовательно, его нельзя считать злым. Суждение это само по себе требовало пояснения, тем более со стороны автора, у которого, в то время, как он его опубликовал, был друг, удалившийся в уединение. Мне оказалось непристойным и неучтивым, что, публикуя это суждение, он забыл этого одинокого друга, а если вспомнил о нем, то не сделал хотя бы в общей форме достойного и справедливого исключения, не только ради этого самого друга, но и ради других почтенных мудрецов, во все время искавших тишины и покоя в уединении, и которых в первый раз, с тех пор, как существует мир, писатель осмеливался одним рощерком пера всех без различия превратить в злодеев. Я нежно любил Дидро, искренне уважал его и с полным доверием рассчитывал на те же чувства с его стороны. Но выведенный из терпения неутомимым упорством, с каким он вечно нападал на мои вкусы, склонности, образ жизни, на все, что касалось только одного меня, возмущенный тем, что человек моложе меня, хочет во что бы то ни стало руководить мной, как ребенком, задетый легкостью, с какой он давал обещания и небрежностью, с какой он их исполнял, наскучив столькими назначенными им, но не состоявшимися по его вине свиданиями и дерзостью, с какой он вновь и вновь назначал их, чтобы опять не прийти, раздраженный тщетными ожиданиями его по три-четыре раза в месяц в дни, установленные им самим и обедами в одиночестве по вечерам после того, как я ходил к нему навстречу в Сен-Дени и ждал его весь день, я чувствовал, что сердце мое переполнено этими многократными обидами. но последнее показалось мне более важной и больше уязвило меня, чем все остальные. Я написал ему, сетуя на него, но с такой мягкостью и нежностью, что вся бумага моя была залита слезами, и письмо мое было так трогательно, что должно было вызвать слезы и у него. И что же он ответил мне? Вот его письмо от слова до слова, связка номер 33. Я очень рад, что мое произведение вам понравилось и растрогало вас. Вы не разделяете моего мнения об отшельниках. Говорите о них сколько хотите хорошего, но вы будете единственным из них, о ком я буду думать хорошо. Да и то еще много нужно было бы тут сказать, если б с вами можно было говорить, не раздражая вас. Женщина восьмидесяти лет и прочее. Мне передали одну фразу из письма сына госпожи де Пене. Эта фраза должна была очень вас огорчить. Или же я плохо знаю глубину вашей души. Надо объяснить последние строки этого письма. В начале моего пребывания в Эрмитаже казалось, что госпоже Левассер там не нравится, и она находит дом слишком уединенным. Когда мне были переданы ее разговоры по этому поводу, я предложил отправить ее обратно в Париж, если ей там больше нравится, обещав, что я буду платить за ее помещение и заботиться о ней так же, как если бы она жила с нами. Она отвергла мое предложение, уверяя, что в Эрмитаже ей очень хорошо, что деревенский воздух ей полезен. И было видно, что это правда, потому что она там, можно сказать, помолодела и чувствовала себя гораздо лучше, чем в Париже. Тереза уверяла меня даже, что в глубине души ее мать была бы очень недовольна, если бы мы покинули Эрмитаж, который действительно был восхитительным уголком. К тому же она очень любит возиться в саду и в огороде, отданном в ее ведение, а говорит она то, что ей велено говорить, чтобы побудить меня вернуться в Париж. Когда эта попытка не удалась, они попробовали задеть мою совестливость, чтобы добиться того, чего не добились любезностью, и объявили преступлением, что я держу эту старую женщину в деревне, вдали от врачебной помощи, которая могла понадобиться в ее годы. Они не подумали о том, что и она, и многие другие старики, жизнь которых продлил прекрасный воздух этого края, могли получить эту помощь в Монмурансе, находившемся в двух шагах от Эрмитажа. Как будто старики существуют только в Париже и нигде в другом месте жить не в состоянии. Госпожа Левассер ела многое и с крайней прожорливостью, поэтому она была подвержена разлитию желчи и сильным поносом, продолжавшимся у нее по нескольку дней и заменявшим ей лекарства. В Париже она никогда ничего не предпринимала, предоставляя действовать природе. Так же она поступала и в Эрмитаже, хорошо зная, что это лучшее средство. Все равно, раз в деревне нет ни докторов, ни аптекарей, оставлять ее там значило оказываться желать ее смерти, хотя она чувствовала себя превосходно. Дидро следовало определить, до каких лет можно держать старых людей вне Парижа, не подвергаясь обвинению в человекоубийстве. Вот одно из ужасных обвинений, на основании которых он не желал исключить меня из своего приговора, будто только злой ищет уединение. Вот что обозначал его патетический возглас и слово «прочие», которое он благодушно к нему добавил «женщина восьмидесяти лет» и прочее. Я подумал, что не могу лучше ответить на этот упрек, как обратившись к самой госпоже Левассер. Я попросил ее откровенно написать госпоже Допене о своем желании. Чтобы она чувствовала себя непринужденной, я не стал читать ее письма и показал ей свое письмо к госпоже Допене, который написал по поводу другого, еще более резкого письма Дидро, оставленного мною по ее настоянию без ответа. Приведу свое письмо к госпоже Допене полностью. Четверг. Госпожа Левассер будет вам писать, мой добрый друг. Я просил ее искренне высказать вам свое мнение. Чтобы она чувствовала себя совсем непринужденно, я сказал ей, что не хочу читать ее письма и прошу вас ничего не говорить мне о его содержании. Я не отправлю своего ответа Дидро, раз вы против этого, но я чувствую себя глубоко оскорбленным. И признать себя виноватым было бы с моей стороны низостью и ложью, которых я себе не позволю. Евангелие предписывает получившему пощечину подставить другую щеку, но не просить прощения. Помните ли вы того человека в комедии, который кричит «караул», нанося удары палкой? Вот роль нашего философа. Не обольщайтесь тем, что не позволите ему приехать в такую дурную погоду. Гнев даст ему время и силы, в которых отказывает дружба, и в первый раз в жизни он приедет в тот день, когда обещал. Он будет из кожи лезть, только бы приехать и повторить мне на словах те оскорбления, какие бросает мне в своих письмах. Я и тут перенесу их терпеливо. Он вернется в Париж и заболеет там, а я по обыкновению прослыву ужасным человеком. Что поделаешь, надо терпеть. «Но не удивляет ли вас мудрость этого человека? Он хотел приехать в Сен-Дени в Фиакри, пообедать там и привезти меня обратно в Фиакри. А через неделю пишет связка А номер 34, что по своим средствам он может отправиться в Эрмитаж только пешком». Говоря его языком, нельзя считать совершенно исключенной возможность, что эти речи искренне. Но в таком случае за неделю произошли странные изменения в его средствах. «Сочувствую вашему горю по поводу болезни вашей матушки, но вы видите, что мое горе еще тяжелее. Меньше страдаешь, когда люди, которых любишь, болеют, чем когда они жестоки и несправедливы. Прощайте, мой добрый друг. В последний раз говорю с вами об этом несчастном деле. Вы мне пишете о поездке в Париж с хладнокровием, которое очень обрадовало бы меня в другое время». По совету госпожи Депине я написал Дидро о том, как поступил по отношению к госпоже Левассер. И когда госпожа Левассер, как и следовало ожидать, предпочла остаться в Эрмитаже, где она чувствовала себя прекрасно, где всегда имела общество и приятно проводила время, Дидро, уж не зная, какое приписать мне преступление, стал ставить мне в вину эту мою предосторожность, по-прежнему обвиняя меня также за то, что госпожа Левассер живет в Эрмитаже, хотя она сама это выбрала и хотя только от нее зависело вернуться в Париж, сохранив ту поддержку с моей стороны, какую она получала возле меня. Вот объяснение первого упрека в письме Дидро, номер 33. Объяснение второго упрека содержится в его письме номер 34. Книжник — это было шутливое прозвище, данное гриммом сыну госпожи Депене, наверное, писал вам, что на валу было двадцать нищих, погибавших от голода и холода и ожидавших Леара, который вы им обычно давали. Вот образец нашей болтовни, и если бы вы слышали остальное, она позабавила бы вас не меньше. А вот ответ на этот страшный аргумент, которым Дидро, видимо, весьма гордился. Я, кажется, уже ответил книжнику, то есть сыну откупщика, что не жалею ожидающих моего Леара бедняков, которых он видел на валу, что он, вероятно, щедро вознаградил их, что я назначаю его своим заместителем, что парижским беднякам не придется жаловаться на эту замену, что мне нелегко будет найти столь же подходящую замену для бедных в Монморансе, кое-гораздо больше в ней нуждаются. Здесь есть добрый и почтенный старик, который, проведя всю жизнь в труде и больше к нему не способный, на старости лет умирает с голоду. Совесть моя испытывает больше удовлетворения от того, что я каждый понедельник даю ему два су, чем от милостыни оборванцам на валу, даже если б я роздал им сто лиаров. Как вы забавны, философ! Вы смотрите на городских жителей, как на единственных людей, по отношению к которым у вас есть обязанности. Между тем, только в деревне научаешься любить человечество и служить ему. В городах учишься только презирать его. Таковы были странные соображения, на основании которых умный человек имел глупость серьезно вменять мне в преступление мое добровольное удаление из Парижа и намеревался доказать мне на моем собственном примере, что нельзя жить вне столицы, не будучи дурным человеком. мне непонятно теперь, как мог я отвечать ему и сердиться вместо того, чтобы попросту рассмеяться ему в лицо. Тем не менее, решения госпожи Де Пене и вопли, поднятые Гольбаховским лагерем, так подкупили умы в его пользу, что большинство считало меня неправым в этом деле и что госпожа Дуде То, восторженная поклонница Дидро, пожелала даже, чтобы я поехал к нему в Париж и сделал первые шаги к примирению. Оно было полным и искренним с моей стороны, но оказалось очень непродолжительным. Госпожа Дуде То прибегла к аргументу победившему мое сердце, указав на то, что Дидро несчастен. Помимо бури, разразившейся против энциклопедии, ему пришлось тогда вынести другую, очень сильную, по поводу сюжета его пьесы. Несмотря на предпосланное пояснение, говорили, что он взят целиком у Гольдони. Помимо бури, разразившейся против энциклопедии, намек на запрещение энциклопедии в 1759 году, издание энциклопедии в 17 томах было все же закончено в 1765 году. Говорили, что он взят у Гольдони. В предисловии к пьесе «Побочный сын» 1757 Дидро указывал, что сюжет взят им из действительной жизни. Тем не менее, его упрекали в том, что сюжет этот заимствован из комедии итальянского комедиографа Гольдони «Настоящий друг». Дидро, еще более чувствительный к критике, чем Вольтер, был этим подавлен. У госпожи де графиньи даже хватило злости распустить слух, будто я порвал с ним из-за этого. Мне оказалось, что справедливость и великодушие требуют, чтобы я публично доказал противное. Я отправился в Париж и не только провел дня два с Дидро, но и жил у него. С тех пор, как я поселился в Эрмитаже, это было мое второе путешествие в Париж. Первое я совершил, поспешив на помощь бедному Говкуру, когда у него был удар, от которого он никогда вполне не оправился, и во все время болезни Говкура я не отходил от его постели, пока не миновала опасность. Дидро принял меня хорошо. «Сколько обид может загладить объятие друга? Какие следы их могут после этого остаться в сердце? Объяснений было у нас немного, в них нет нужды, когда обвинения взаимны. Нужно сделать только одно — предать их забвению. он не вел против меня подкопов. По крайней мере, я о них не знал. Положение было иное, чем с госпожой де Пене. Он показал мне план отца семейства. «Вот лучшая защита побочного сына», сказал я ему. «Храните молчание, тщательно отделайте эту пьесу, и потом вместо всякого ответа киньте ее сразу в лицо своим врагам. Он так и сделал, и остался доволен. Месяцев за шесть до этой встречи я послал ему две первые части Юлии, чтобы узнать его мнение. Он еще не читал их. Мы прочли вместе одну тетрадь. Он сказал, что все это листки, это было его выражение, то есть нашел, что они многословны и напыщенны. Я и сам это чувствовал, но это была болтовня в бреду. Я никогда уж не мог исправить ее. Последние части не такие, особенно четвертая и шестая, они представляют образец слога. На другой день после моего приезда он непременно захотел повезти меня ужинать к Гольбаху. Расчеты между нами были далеко не в порядке. Я даже хотел разорвать соглашение относительно рукописи по химии, так как меня приводило в негодование мысль чем-нибудь быть обязанным этому человеку. Гидро держал верх. Он поклялся, что Гольбах любит меня всем сердцем, что нужно простить ему тон, который он принимает со всеми и от которого его друзьям приходится страдать больше других. Он стал доказывать, что отказаться от дохода с этой рукописи после того, как я за два года перед тем принял его, значило нанести Гольбаху незаслуженное оскорбление, и этот отказ можно было бы даже истолковать в дурную сторону, как скрытый упрек за такое долгое ожидание сделки. Я вижу Гольбаха каждый день, прибавил он, и лучше вас знаю его душевное состояние. Если б вы не имели основания быть им довольны, неужели вы думаете, что ваш друг был бы способен советовать вам пойти на низость? Короче говоря, с обычной своей уступчивостью я дал себя уговорить, и мы отправились ужинать к барону. Он принял меня как всегда, но жена его была со мной холодна, почти неучтива. Я не узнал любезной Каролины, до своего замужества, проявлявшей ко мне большую благосклонность. Но мне уже давно казалось, что с тех пор, как Гримм стал посещать семейство Д'Эн, ко мне там стали относиться не столь приязненно, как прежде. Когда я был в Париже, туда приехал из армии Сен-Ламбер. Я ничего об этом не знал и увидел его только после своего возвращения в деревню, Сен-Ламбер участвовал в то время в Семилетней войне, происходившей между Пруссией с одной стороны и Францией, Австрией и Россией с другой. Французская армия находилась в Германии. Можно себе представить с каким удовольствием я принял их, но еще большее удовольствие доставило мне их доброе согласие. Довольный тем, что не нарушил их счастье, я сам был счастлив от этого и могу поклясться, что в период моей безумной страсти и даже в тот момент, когда я мог отнять у него госпожу Дедуто, я не хотел и не испытывал никакого искушения сделать это. Я находил, что она прелестно любя Сен-Ламбер и не мог представить себе, чтобы она была такой же любя меня самого. Нисколько не желая нарушать их союз, я на самом деле домогался в своем бреду только того, чтобы она позволила мне любить себя. Наконец, какой бы сильной страстью я к ней ни пылал, я находил, что быть поверенным ее любви для меня не менее сладостно, чем быть ею любимым. И ни одной минуты я не смотрел на ее возлюбленного как на своего соперника, а всегда как на своего друга. Скажут, что это тоже не была любовь, пусть, но в таком случае это было чем-то большим. Сен-Ламбер держал себя как человек порядочный и рассудительный. Поскольку я один был виновен, я один и был наказан, да и то снисходительно. Он обошелся со мной строго, но по-дружески. Я увидел, что кое-что потерял в его уважении, но ничего в его дружбе. Я утешался этим, зная, что первое мне будет гораздо легче восстановить, чем второе, и что он слишком умен, чтобы принять невольную и мимолетную слабость за порочный нрав. Если и была моя вина в том, что произошло, то она была невелика. Разве я добивался общества его любовницы? Не сам ли он прислал ее ко мне? Не она ли искала моего общества? Мог ли я уклониться от ее посещений? Что должен был я сделать? Они одни были причиной зла, а мне пришлось пострадать за это. На моем месте он поступил бы так же, как я, может быть, хуже. Ведь, в конце концов, как неверна, как недостойна уважения была госпожа Дудето, она была женщина, он отсутствовал, случаи представлялись часто, искушение было сильно, и ей было бы очень трудно защищаться, все время с одинаковым успехом против человека более предприимчивого. Право в таком положении нелегко было и для нее, и для меня установить определенные границы, которые мы ни разу не позволили себе переступить. Хотя в глубине души я и оправдывал себя, видимость говорила так убедительно против меня, что мной владел непреодолимый стыд. Я держал себя при Сен-Ламбере как виноватый, и он нередко злоупотреблял этим, чтобы унизить меня. Один случай может обрисовать наши взаимоотношения. Я читал ему после обеда письмо, написанное за год перед тем Вольтеру. Сен-Ламбер слышал об этом письме. Во время чтения он заснул, а я, когда-то такой гордый, а теперь такой глупец, не смел прервать чтение и продолжал читать под его храп. Таковы были мои поступки, и такова была его месть. Но, как человек великодушный, он проявлял ее только в обществе нас троих. Когда он уехал, я убедился, что госпожа Дудето очень изменила свое отношение ко мне. Я был так удивлен, как будто не мог этого ожидать. я был задет этой переменой больше, чем следовало, и мучительно страдал. Казалось, что все, от чего я ожидал своего исцеления, только глубже вонзило мне в сердце стрелу, и я лишь переломил ее, но не вырвал. Я решил пересилить себя и ничего не пожалеть, чтобы превратить свою безумную страсть в чистую и прочную дружбу. Я составлял для этого самые прекрасные планы, но для их выполнения мне необходимо было содействие госпожи Дудето. Когда я заговорил с ней об этом, она слушала меня рассеянно и смущенно. Я почувствовал, что мое общество перестало доставлять ей удовольствие, и ясно понял, что произошло нечто такое, чего она не хочет мне сказать, и чего я так никогда и не узнал. Эта перемена, объяснение которой я никак не мог добиться, приводила меня в отчаяние. Госпожа Дудето потребовала, чтобы я вернул ей все ее письма. Я вернул их все до единого, но одно время она сомневалась в этом. такое оскорбительное недоверие было новым ударом для моего сердца, а ведь ей следовало бы хорошо знать его. Она отдала справедливость моей порядочности, но не сразу. Я догадался, что, пересмотрев пакет, переданный мной, она убедилась в своей ошибке. Я даже заметил, что ей совестно, и это дало мне возможность кое-чего достигнуть. Она не могла взять обратно свои письма, не возвратив мои. Она сказала, что сожгла их. Я, в свою очередь, осмелился усомниться в этом, и, признаюсь, сомневаюсь до сих пор. Нет, таких писем не бросают в огонь. Письма Юлии нашли пылкими. Боже мой, что же сказали бы об этих? Нет, нет, никогда у женщины, которая могла внушить такую страсть, не хватит духу предать огню ее доказательства. И я не опасаюсь так же, чтобы она злоупотребила ими. Я не считаю ее способной на это, и, кроме того, я принял свои меры. Глупый, но сильный страх быть осмеянным заставил меня повести переписку с нею в таком тоне, что она не решилась бы показывать мои письма другим. В своем опьянении я доходил до столь большой вольности, что говорил ей ты, но какое ты? Наверное, оно не оскорбляло ее. Впрочем, несколько раз она протестовала против этого, но безуспешно. ее протесты только усиливали мою тревогу. К тому же я уже не мог отступить. Если эти письма еще существуют, и если их когда-нибудь прочтут, то узнают, как я любил. Писем руссок госпоже Дудето не сохранилось. Можно думать, что они были ею уничтожены. горе, причиненные мне охлаждением госпожи Дудето и уверенность в том, что я его не заслужил, привели меня к странному решению пожаловаться на нее самому Сен-Ламберу. В ожидании ответа на мое письмо к нему я накинулся на развлечения, которых мне следовало бы искать раньше. В Шевретте стали устраивать празднества. Я писал для них музыку. Желание блеснуть перед госпожой Дудето ее любимым талантом возбуждало мое вдохновение. Его оживляла и другая причина стремление показать, что автор деревенского колдуна знает музыку. Я давно замечал, что кто-то втайне старается сделать это сомнительным, по крайней мере в отношении композиции. Мой дебют в Париже испытания, которым я там неоднократно подвергался в доме господина Дюпена и у госпожи Даля Попленьер, вся музыка, сочиненная мною там за четырнадцать лет, среди самых знаменитых артистов и у них на глазах, наконец, опера «Галантные музы», даже «Колдун», а также «Мотет», написанный мною для мадемозель Фель и спетой «Концерти», мои частые беседы об этом прекрасном искусстве с величайшими мастерами, все, казалось, должно было помешать возникновению подобного сомнения или рассеять его. Духовный концерт — организация, регулярно устраивавшая в Париже концерты духовной музыки. Тем не менее, оно существовало даже в Шевретте, и я увидел, что и господин Де Пене не свободен от него. Притворяясь, будто не замечаю этого, я взялся сочинить мутет по случаю освещения часовни в Шевретте и просил господина Де Пене снабдить меня текстом по своему выбору. Он поручил Де Ленану, гувернеру своего сына, составить текст. Де Ленан подобрал слова, подходящие к сюжету, и через неделю, после того, как мне их дали, мутет был закончен. На этот раз досада была моим Аполлоном, и никогда еще такая звучная музыка не выходила из-под моего пера. Слова начинаются так. Вот он, трон гремящего. Торжественность вступления соответствует словам, и во всем мутете красота напева такова, что поразила всех. Я узнал потом, что эти слова принадлежат Де Сантею, и что господин Де Ленан украткой присвоил их себе. Примечание Руссо. Я писал для полного оркестра. Господин Де Пене собрал лучших оркестрантов. Госпожа Бруна, итальянская певица, пела мотет и под хороший аккомпанемент. Мотет имел такой успех, что его потом давали в духовном концерте, и, несмотря на тайные козни и негодное исполнение, он два раза вызвал аплодисменты. Для празднования именин господина Де Пене я подал мысль о постановке особого рода пьесы, полудрамы, полупантомимы. Ее написала госпожа Де Пене, а я сочинил музыку. Грим, приехав, услыхал о моих успехах в гармонии. Через час о них уже не было речи. Но, по крайней мере, насколько мне известно, больше не поднимался вопрос о том, знаю ли я композицию. Как только Грим приехал в Шевретту, где я и без того не чувствовал себя особенно приятно, он сделал для меня пребывание там невыносимым, своим важным видом, какого я никогда ни у кого не замечал и даже не мог себе представить. Накануне его приезда меня выселили из занимаемой мною почетной комнаты, смежной с комнатой госпожи Де Пене. Ее приготовили для господина Гримма, а мне дали другую, более отдаленную. Вот как новые гости выживают старых, смеясь, сказал я госпожи Де Пене. Она как будто смутилась. В тот же вечер я хорошо понял причину этого, узнав, что между ее комнатой и той, что я освободил, есть потайная дверь, которую она сочла излишним мне показывать. Ее связь с Гриммом не была тайной ни для кого, ни в ее доме, ни в обществе, ни даже для ее мужа. Тем не менее, вместо того, чтобы признаться мне, она эту связь решительно отрежала. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А. Корректор А. Корректор А. Корректор А. Корректор А. Корректор А. Корректор А. 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 А.